Дорогие друзья, всем привет! Через некоторое время мы начинаем открытие выставки на транс. Ну, не мы, конечно, наши дорогие пригласители, администрация. Ну и мы также в 9 утра по Германии начинаем работу нашего стенда. Видите, за моей спиной уже все готово. Подходит последнее приготовление. Хочу сказать то, что мы лицом в грязь не ударим. Очень у нас достойно представлена наша компания на стенде. Мы, в принципе, немногие из тех, кто привезли настоящие полномасштабные образцы действующего подвижного состава. Так что я думаю, что все пройдет на ура. По крайней мере, SkyWay презентуется как надо. Вот. Тут я вот покажу. Это какая-то турецкая компания. И сзади меня сейчас будет красивый такой хитача двухэтажный. Вот. Я в районе 9 часов утра выйду так же. Ну, или, может быть, чуть попозже, когда будет побольше людей. Потому что сегодня первый день выставки. В 10 утра мы с Родом Хуком, который уже здесь, мы с ним уже на стенде поздоровались у нас. Он сейчас просто отошел. Вот. Мы в 10 утра с Родом Хуком идем на церемонию открытия, на которой будет несколько приветственных слов. Круглый стол небольшой. Вот. Посмотрим, что скажут нам умные люди. Светочи европейского, зарубежного транспорта. Вот. Ну, так что пока так. Ждите. Будем сегодня вести и трансляцию, и будем выкладывать фотографии, стараться видео. Ну, я прошу меня простить, потому что по поводу трансляции в Перископе постоянной я не смогу это делать. Потому что нужно будет работать, отвечать на вопросы, общаться с коллегами, с интересующимися людьми. Вот. Поэтому будет, я думаю, что больше фотографий, будет больше видео от моих коллег, оператора и от Михаила Кириченко. Вот. Так что пока. До скорых встреч. Увидимся. А, вот как раз Род. Все, до скорых встреч. Итак, дорогие друзья, как я обещал, в 9 утра я вышел на связь с Берлине, Германия. 20 сентября 2016 года и компания Skyway презентует свои разработки в выставке инновационного транспорта и вообще всех инновационных тенденций выставки достижений транспортного хозяйства в 2016 году в Берлине. Значит, мы сюда прибыли уже 14-го числа с компанией моих коллег-инженеров и занимались контролем строительства стенда, расстановкой подвижного состава, приемкой его в том числе. Работа здесь кипела не переставая. До сегодняшней ночи весь Мессе Берлин, это так называется выставка, ну то есть комплекс, в котором происходит выставка, кипели до утра, ездили погрузчики, разгружали. У каких-то компаний куча проблем. Где-то были проблемы с подрядчиками, кто-то не приехал. Ну, короче, тут был ад. Вот. Но мы все сделали. Сейчас я вам покажу тогда наш стенд. Красная стена, большая рядом с нами, большой куб. Соответственно, вот стенд Skyway Technologies. Па-бам! Справа вы видите это то, что называется Unibike. Двухместный легкий парковый подвижной состав или рельсовый автомобиль полностью готов к использованию. Значит, за ним вы наблюдаете 14-местный Unibus. Это аналог микроавтобуса. В нем вы видите также сымитированный струнный рельс, который показывает концепцию нашей технологии, путевой структуры. Внутри созданные нами кресла. Будем с Рекаро конкурировать. Вот. Сейчас проводится окончательная донастройка. В принципе, выставка открылась в 9 утра, но сегодня и завтра бизнес-дни. Бизнесмены подтягиваются где-то в районе 10-11. Мы... Вот здесь вот питьевой состав небольшой. Тут вот Род с нами. Михаил Кереченко. Это охранный модуль. Тоже здесь стоит и транслирует все. Значит, в 10... В 10 утра мы приглашены с Родом Хуком на закрытую церемонию открытия инотранс, на которой будет выступать и директор выставки, и европейский комиссар по транспорту, и федеральный министр транспорта и инфраструктуры Александр Добринт. Здесь будет панельная дискуссия под названием «Мобильность 4.0». Вот интересно очень послушать, потому что с такой же темой я собираюсь выступать на следующих докладах, но попозже скажу где. Нам нужно сначала разобраться с Берлином. Вот. Значит, выставка будет идти с 20-го, 21-го, 22-го, 23-го. Первые два дня – это бизнес-дни. Здесь будут делегации транспортных компаний, различных государств. У нас тоже ожидается посещение нашего стенда со стороны уважаемых коллег. Ну, посмотрим. То есть будем говорить по факту, не будем забегать вперед. Вот. Все окей? Окей. Вот. И 22-го, 23-го числа будет уже паблик дэйс, дни открытые для посещения гражданами, скажем так, интересующимися. Вот. Поэтому люди будут тоже приходить, смотреть. В принципе, уже вчера начали залезать партизаны к нам на стенд. Уже интересоваться, что же у вас такое под закрытым куполом. Тут у нас была закрытая как бы тканью юнибайки. Юнибус стояли. Вот. Так что, вкратце так. 25-го мы сворачиваем, начинаем сворачиваться. И... А вот рот как раз сзади тоже на Австралию вещает про Skyway. И 25-го сворачиваемся и начинаем свой путь обратно в Беларусь. Потому что в Беларуси нас пригласили выставить наш стенд от Министерства транспорта на Белорусской транспортной неделе, которая начинается 4-го октября. Вот тут надо будет успеть, потому что растаможка, переезд, как бы, время занимает, сами знаете, иногда труднопрогнозируемое. Но будем стараться, будем нанимать дополнительно рабочих. Ну, это, как бы, такие практические моменты. Я думаю, что вы сами понимаете, как гласит старая пословица, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы. Вот. Поэтому все решаем. Вот. Еще раз вам сейчас покажу наш красивый стенд. Он, правда, вживую вы увидите его. Он просто отличный. Вот. Мы с реальными моделями подвижного состава и с двумя. Вот. Такое здесь только могут позволить себе крупнейшие компании. Я вам попозже обойду, покажу стенд Hitachi, который с нами, Siemens, который с нами на одном этаже. Как я сказал ранее уже, вообще большая удача, что мы получили павильон, точнее, стенд в павильоне. Мы с реальными компаниями, потому что бронирование на выставку стендов уже начинается, когда заканчивается выставка. То есть она идет раз в два года. В 2014 году, когда заканчивается выставка, уже начинается бронирование на следующую. Поэтому, когда мы получили приглашение от InnoTrans выставиться, изначально было приглашение на небольшую будку в зале Future Mobility Park, который находится в самом дальнем конце выставки. Но когда мы показали им, что мы хотим принести не просто картинки или какую-то фанерную модель, а мы хотим привезти два полноразмерных подвижных состава, инновационных, Ну, они сказали, мы сейчас найдем что-то, и в течение двух недель мы с ними ввели переговоры, и они нам дали стенд на... Ну, скажем так, я думаю, что где выставляются Симонс и Хитачи, это самые мировые лидеры в транспорте, то в одном павильоне с ними не грех и выставиться. Так что все в этом плане у нас хорошо. Так, что такого еще вам кратко сказать? Ну, в принципе, я думаю, что для открытия вполне нормально, тут уже начинают пойти ходить люди. Вот наш сосед Лейтнер, это компания, занимающаяся канатными дорогами. У них вот имитация такой инновационной станции, и вот там две девушки какие-то беседуют. И у них вот здесь вот за углом, за этой станцией находится их подвижной состав под названием кабинка для канатной дороги. Ну, как сами видите, вот мы совершенно не падаем в грязь лицом, презентуя рядом с компанией Лейтнер разработки своего подвижного состава, путевую структуру, точнее подвижного состава. И вот. Дальше находятся Кавасаки. Они привезли маленькие модельки. И имитатор подвески. Ну, тоже неплохо. Соседи наши пока вообще отсутствуют. У них тоже здесь куча стульев, имитация подвески. Ну, хайтачи или хитачи, конечно, развернулся по полной. Вот уже вон у них там культ управления СУП, так называемый. Господи, там не показалось, что там Эрдоган. Вот, значит, здесь вот дальше идут Песа. Вон там вот стенд Симмонс. Ну, у них там, конечно, уже толпы народу. Вот. Так что... Так что так. Ну, все, следите за нашими тогда новостями. Будем вам рассказывать дальше, как будут идти здесь дела. Все. Всего доброго. Так, 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 так. Ну что, друзья, начинаем работу на транса. Здесь вот у нас Алексей Сухаратов. Всем привет. Дарья. Долго мы к этому шли. Зашли мы, наконец, на инотранс. Долго в том плане, друзья, что не то, что мы искали этот, это. То есть мы живем здесь недалеко. Три остановки на Ажбане. В том плане, что к этому шли долго с точки зрения представления, с точки зрения участия. То есть сегодня без привлечения можно сказать, что мы входим в мировую элиту, в мировую транспортную составляющую. И мы, Виктор, вы уже, наверное, смотрели сегодня презентации. Они с Родом Хуком здесь. Мы их еще не видели. Мы идем по инотрансу. Сейчас мы ищем наш стенд. Сейчас мы будем как раз и знакомиться. Я с Родом Хуком знаком только заочно. Я с ним чуть больше года назад разговаривал по скайпу, когда он только входил в проект. Потом мы с ним много общались там по телефону. А живьем, я честно могу сказать, я его еще ни разу не видел. Ну, это вот такие специфики, специфика нашей жизни, нашей работы. То есть Хук Род прилетел вчера. Уже поздно мы встречаться. Ну, не поехали уже, потому что у него все-таки перелет из Австралии. Он отдыхал, так сказать. Мы вчера гуляли по Берлину, готовились к выставке. Кстати, вот первичное мнение о выставке, дорогие друзья. Я по своему роду деятельности, так как у меня агентство, на многих выставках мировых и российских бывал. Вот сейчас мы прошли каких-либо инноваций. Вот так вот незаметно. То есть Future of Mobility. А где будущее? Где будущее, дорогие друзья? И что-то нам подсказывает, что будущее покажем мы. Ну, еще надеемся, несколько компаний. То есть мы так постепенно будем вам показывать, так сказать, вот что происходит, какие стенды, какие-то. Но у нас экскурсия по выставке будет отдельно. Сейчас мы ищем наш стенд. Мы знаем только от Виктора, что он находится рядом со стендом Hitachi. Вот сейчас мы ходим, смотрим. То есть сегодня не открытая выставка, то есть не для общего, то есть сегодня для профессионалов и для тех, кто именно участник. Сегодня все между собой знакомятся, смотрят стенды. Выставка официально начинает работать с завтрашнего дня, то есть когда она будет открыта для всех посетителей, ну, то есть для тех, кто именно интересуется. Поэтому стенды мы отдельно с вами посмотрим, возьмем интервью у кого-то из участников, где нам будет интересно. То есть мы с Алексеем, с Дарьей, с Виктором отработаем, конечно... Так, Илёш, наверное, надо звонить Виктору, потому что мы, друзья, ходим по выставке, мы не знаем, где наш стенд. Вот. Выставка огромная. Вот, поэтому мы... Сам пытаемся позвонить, но... Мобилити... Да, на. Чуть-чуть... Вот, друзья. Чуть-чуть, дорогие друзья. Движение. Видите, скоростная железная дорога. Перископ стримим. Фармин? Да, это перископ. А, окей. Все, ну-ка. Тысяча человек сейчас. Окей, окей. Настя, познакомиться. Так, тут, видите, модель какая показывается. Прям вау. Все, пошли. Мы, друзья, это специально показываем, потому что кто-то привез как Hyperloop здесь деревянную модель с этой самой, с на бумажке нарисованной путевой структурой. А мы все-таки привезли действующий образец, работающий уже именно машину, которая... Так. Леш, ну, давай, звони тогда. Это спрашивай, куда идти, потому что иначе мы по этой выставке долго будем... Ну, надо, надо это... Потому что выставка огромная. Тут есть открытая площадка, где стоят сапсаны, где стоят китайские скоростные железные дороги. Французская как? Ты же французская как железная дорога? Тежеви. Тежеви, да. Хитачи. Хитачи, да, тут представлено. Поэтому много. Сколько? Стен. Так. Так, Виктор, как я понимаю, на Future of Mobility. Привет изгодно, Беларусь мы с вами, да, друзья? Ну, как вы понимаете, сейчас у нас такое пробное, как бы, пробное, как мы это назвали, мы только входим. Вот. Вот, включим Mobility Park, пойдемте туда, там наши есть. Это где? Ну, вот, наверху, в Future of Mobility Park. А как туда пройти, ты это представляешь по схеме? Ну, вот, как я понимаю, 16-й. Ага. 16-й у нас. То есть это мы ищем сейчас, друзья, наш стенд. 16-й вот. Ага. Там вот, да, было? То есть мы сейчас идем прямо, все верно. Нам нужен на 20-й. Да. Есть, конечно, что посмотреть, то есть очень много делегаций ходят, друзья. Поэтому это у нас с вами за три дня работы мы еще к самым интересным стендам. Куда пойдемте? Куда? А, вон, 17-26, да. Так что, друзья, мы как обычные посетители ходим сейчас по выставке. Вот. Но причем, я говорю, это именно профессиональное сегодня подход. Причем мы ехали сюда на Ашбане. Это метро. Очень много народу прям из метро вышло и идет именно на выставку. То есть это прям такое событие, такого берлинского масштаба в общем, потому что народу едет очень много. Так мы отсюда вышли, наверное, да? А, ну. Вон, 17, да. Вот. Сейчас мы в прямом эфире. То есть я вам говорил, что найдем рода Хука. Да. Это, конечно, очень серьезное такое для нас событие. И то, что Анатолий Дмитриевич предложил, или попросил точнее, чтобы род Хук представлял технологию и род из Австралии прилетел для того, чтобы презентовать на инотрансе, это, конечно, ну, во-первых, дорогого стоит, во-вторых, это характеризует как именно настоящего партнера, настоящего друга, настоящего соратника. И я могу сказать, что мы очень рады, что у нас есть такие последователи, такие, ну, скажем так, активные друзья, которые представляют и готовы по просьбе там генерального конструктора, генерального директора, приезжать, представлять, помогать. Это, друзья, конечно, дорогого стоит. В 10 часов было официальное открытие, официальная презентация. Вот, от нашей делегации там присутствовали только два человека, туда очень ограниченный вход был, это род Хук и Виктор Бабурин, вот они уже в перископе это выкладывали. Вот. Так, а мы здесь были уже? А, вон, нам дальше туда надо, да? Круто. Нет, друзья, выставка, ну, чтобы вы понимали, это... Выставка огромная. Она огромная по размерам и все инновации, все, что в мире есть, но нового... Да, мы сейчас на экскалаторе, все, что нового в мире есть, будет здесь представлено. То есть, это не автомобильные выставки, это именно инотранс, то есть, инновации в сфере транспорта. Мы покажем вам сейчас девиз, который есть, нам с Алексеем, это просто там, как это, Futuri of Future Mobility. Да, это самое, то есть, это прям, ну, это, это, это прям про нас, про футур... Ого! Так, куда нам дальше? Вон туда, да? Вот, это, друзья, как раз... Ого! Вы не представляете, каких это все размеров, то есть, давайте я включу просто, чтобы это посмотреть, чтобы вы представляли, вот, как она туда, туда уходит, в ту сторону, еще там, в три... То есть, это просто огромнейшие павильоны, я даже не знаю. Просто эскалаторы выставочных залов. Да, выставочных залов, вы видите, там народу, вот, тут все смотрят. Вот, 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 стоит какой-то двигатель, чего-то там, чего-то. Мы обязательно, друзья, все это посмотрим. Выглядит, во всяком случае, круто. Видите? Вау, MAN. Двигатель MAN. Но, если интересно, то есть, что здесь? Перископ. Видите, тут двигатель MAN представляет, тут вот еще что-то. Но это, друзья, это просто мы по ходу пока идем, мы вам будем это все показывать. Леша, куда дальше? Тут хоть и сегодня ограниченный круг для специалистов, друзья, но народу все равно очень много. Вот. Организовано все, конечно, на крайне высоком уровне. Везде вот есть специальные стойки, где можно сидеть, где можно общаться, такие как бы бизнес-центры. То есть сейчас, потому что людей, которые приедут на Skyway, делегации которых просто будет очень огромное количество. Мы будем в чатах заранее давать анонсы. У нас сейчас будет делегация Минтранса России, будет делегация Минтранса Казахстана, делегация Министерства транспорта Словакии, будет делегация Челябинской области. Мы только не знаем, будет сам губернатор или вице-губернатор. То есть они пока еще официально назначили это на время. Леша, на сколько 22-го? По Вайберу с представителем Челябинской области, который находится в Москве, с ним переговоры были проведены уже. Вообще цель приезда Челябинской администрации сюда. Мы думали, что у них свой стенд, но они планировали общаться с Симмонсом. Естественно, с Симмонсом они пообщаются, но обязательно заедут и к нам. Друзья, вот такой маленький двигатель здесь выставлен, дизельный. То есть видите, такой, так сказать, что это за дорога, видите? Вот, вот дорога. Вот такой вот двигатель стоит. Идем дальше. Полиция, охрана, вход. Да. Вот, смотрите, друзья, народу просто... Народу просто... Вон там, смотри. Так, вот этот, наверное, нам можно взять. Да, нам же надо зарегистрироваться. Мы же зашли как это самое... Вот дают вот такие портфельчики. Нет, ну все, пак надо взять. И бэджик такой надо повесить, да? Да, да, да. Леш, возьми меня тоже, а? На эту самую. Вот, а я пока... Пока Алексей тут занимается, видите, организационный там. Дарья. Алексей, да, так сказать. Мы пока с вами еще посмотрим. Ну, просто сейчас наша цель и задача, чтобы вы просто почувствовали эту атмосферу, что это какое-то событие, то есть, что здесь происходит, что это реально демонстрация, реально выставка, реально участие профессионалов. Вот видите, здесь кто-то с чем-то работает, кто-то кому-то что-то показывает, видите, вот там что-то крутится, что-то ездит, двигатели. О, тут очередная железная дорога ездит, видите? Вон, поехала, поехала, поехала. Все тут, видите, все как это. То есть, видите, показывает. Вот, вот он едет, зверь какой, смотрите прям. Видите, народ модели показывает, все красиво, игрушки показывают, С Виктором вчера говорили, он говорит, а мы тут машину живую привезли, понимаете? Модели, макеты, вот чего только нету. Вот, поэтому это, скажем так, наш такой вводный первый репортаж. И сейчас, конечно, мы вам издали, ну или покажем, обойдем вокруг нашего юнибайка. То есть его еще никто так вот живьем не видел, его еще не показывали. Это была некая интрига такая вот сегодня. Но сам репортаж именно по юнибайку мы покажем чуть позже, вот, когда будет прямо уже непосредственно, ну, скажем так, его презентация. Мы это дадим отдельным репортажам, чтобы именно, как мы обещали, покажем и пол, и потолок, и вообще там посидим внутри. Еще, так сказать, это как раз новый концерт. Тем более, что, друзья, это революция в сфере вообще системы транспорта. И на этой выставке сейчас это все больше и больше происходит осознание, что то, что мы сегодня продемонстрируем, именно электромашину, электромобиль второго уровня, это вообще новое в сфере транспорта. И абсолютно уверен, то есть, конечно, Анатолий Владимирович очень переживает, но наш юнибайк и наша, это вообще станет гвоздем этой выставки, потому что, так как это будущее, а все, в основном, как вы видите, показывают прошлое, ну, вот этот паровоз, который ездит, ну, какое же это будущее? Это, инновацией это назвать сегодня? Нет, Анатолий Владимирович, вам бейджик, не теряйте. Видите, друзья, дали нам бейджик, вот такие вот, именной каждый он распечатан, там вот, у Алексея такой же есть. На три дня. На три дня, да, так сказать, это в работе, все, видите, мы уже окунулись в выставку, бейджики получили, это в пропуск, куда входить. Так, ну что, давайте на меня что-то... Воськи на бронзах. Да, воськи дали, видите, какие, так сказать, с какими-то бумажками, вот, давайте, на нас нет, я просто буду говорить, а показывать вам вот реально, видите, что здесь реально, вот, смотрите, колесо, видите, что тут показывает, скоростная железная дорога, тут много чего показывает, то есть, просто пока атмосфера, пока мы найдем сейчас, вон, Чино, китайские скоростные, Скоростные железные дороги, вот, это еще кто-то, вот, вот блоки, узлы, видите, так сказать, показывают отчет от скоростной железной дороги, вот, это китайские скоростные железные дороги, видите, так, Алексей, куда? Это, по репортажу, это где-то было в углу, где-то, где-то должно быть вон там, в конце зала, вот, да. Чуть дальше, вот, колесная пара стоит, видите, от чего-то, то есть, так, что, чего здесь только нет, чего здесь только нет, но пока что, ни одну компанию, представляющую первый в мире свой демонстрационный... О, смотрите, видите, как красиво оригинально выглядит, в футляре-скрипте лежит какой-то, какой-то подшипник. Так, чего здесь только нету, вон там стоит платформа прям целиком от скоростной железной дороги. Друзья, это все прошлый век, вот эта куча железа, которая сейчас есть, куча этого, вот мы, понимаете, вот мы сейчас, мы много что, вон, смотрите, железяка какая, вот представляете, вот эту железяку возить, какая энергия нужна, какая, так сказать, это, это вот целиковая железяка, это вот какая-то шестеренка от скоростной железной дороги. Видите, тут переговоры идут, кто-то с кем-то сидит, кто-то что-то смотрит. Вот это буфет, надеюсь, что это где-то рядом с нами. Вот колесо, видите, так сказать, от скоростной железной дороги. Вот все, в основном все будущее видят именно в скоростных железных дорогах. Вон, русский завод, кстати. Где? ОМК. А-а-а. Так, куда дальше, туда? Мне кажется, да. 21-26. Да, друзья, не так это просто найти. Да, вот Future of Mobility. Здесь. А вот, кстати, Next. Next. Вон там какие-то машинки новые. Вот еще. Электромобили какие-то представляются. Так, так, так. О! Что-то вижу знакомое. Что-то вижу знакомое. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы своих нашли, наконец-то, так сказать, как бы это... Можно помахать рукой, в прямом эфире. Так что это... Где, где стенд наш? Где стоят? Стенд. 307-й холл, 307-й павильон, в поле 4,2. Это куда идти? Это идти все время прямо. Увидите, справа будет стоять красный трамвай, напротив красного трамвая вам нужно повернуть налево. Все. Отлично. Видите? Уже что-то знакомое в этом... Красный стенд я уже там была. Вчера и сегодня. Ну, вот видите, уже даже отзывы пошли, так сказать. Вообще просто великолепно. Вчера это был нулевой вариант. Совершенно, кроме наклеенной башни, ничего не было в это время. И то, что они сделали сегодня, вы пойдете и увидите. Это очень дорогого стоит. Ну все, пошли. Еще раз все то самое. Это называется наши и на трансе. Видите? Это называется наши победили. Наши победили, а не наши. Все на английском. Да. Все, пошли дальше. Видите, так сказать, как бы это... Где только... Вот. Где только своих не встретишь. Так, как он сказал, Настя, туда до конца, да, и... У красного трамвая налево, да? А, ну тут есть там... 307-й. 307-й, да. Вон, смотрите, какая это... О, смотри, какая лабуда стоит на колесах. Это что-то такое железнодорожное, автомобильное. То есть, как бы машина, но на колесах на железнодорожных, на рельсы, видите? Тоже инновации, говорят, наверное. Вот еще что-то. Ну, это, наверное, что-то для железнодорожника. Ух ты! УАЗ стоит. Привет, УАЗу! Это в перископе. Мы потом подойдем обязательно, посмотрим вас, вот, скажем. Видите, УАЗ наш представлен. Инновационный. Тоже приятно своих увидеть. Все. Пошли дальше. Пошли дальше. Ну, я думаю, друзья, во всяком случае, какое удовольствие мы с Алексеем получаем здесь это. Я думаю, вам тоже это не совсем, как бы, безинтересно. И это самое, то есть, это не то, что пустая трансляция. То есть, мы вам сейчас задача, это пока мы ищем, пока мы идем к своему стенду. Вот, видите, мы просто, как бы, такой некий экскурс, чтобы вы представляли, что здесь происходит, как происходит. Видите, это работа, презентация. Все что-то показывают, все что-то, вон, видите, обсуждают. Вот такие вот эти, идут. То есть, это идет работа, понимаете. Все что-то показывают, народу много. Это серьезно транспортный бизнес. Это серьезная, как бы, работа, которая проделывается. И мы, друзья, одни из участников этого большого процесса, одни из участников выставки. Но на что мы будем постоянно упирать и мы вам говорить, реально системы инноваций, те, которые показывают именно фатуре, то есть будущее. Это, друзья, мы. Потому что мы даем новый концепт, мы даем новое направление, мы даем то, что реально изменит мир. Потому что, фактически, все, что здесь мы сейчас видим, эти комнаты для переговоров, такие бизнес-комнаты. Вот, мы здесь также будем встречаться с партнерами. У нас также будет много конференций, вот, которые будут именно презентации таких для отдельных групп. Так вот, вот это, да? А, да-да-да, катарпиллер, да. Видите, вот катарпиллеровские рельсы, стрелки, которые показываются. Так, красный трамвай, нам надо 21-й. 21-й вот. Вон, вон туда, да, наверное? Наверное. Так. Так, 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 так. Конечно, огромного масштаба выставка. Я ничего аналогичного ни в Москве, ни вообще, так сказать, не видел. Это реально сбор передовых, ну, я бы сказал так, основных игроков, которые работают в сфере транспорта. Леша, туда? Может быть, здесь. Может быть, 21-й. Вот, смотрите, колесо крутится, опять очередное скоростное железной дороги. Вон там эндусы какие-то были. Так, Леша, мы опять заблудились. 21-й, наверное, мимо прошли. Мимо прошли? Это 22-й. Так, друзья, немножко мы тут подзаплутали. В этом муравейнике Леша пытается разобраться. Наш Сусанин. Реку 22. Вот сейчас нам нужно искать 307-й. 22-й. Нет, 22-й этого. Вон 21-й. Там где-то... Дарья же сказала, возле красного трамвая где-то налево. Вот, наш какой? 337-й. Самый верхний. Вот, смотри, вот. Вот, 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 вот. Вот, 307-й, вот он. Нет, как будто не тот. Вон, SkyWay же написано 307-й. Да, как ты, Леш, понял, что 21-й? Ну, вот здесь, видите, пол 21-й, пол 21-й. Так. Еще раз. О, смотрите, еще ездит что-то. Чик-чик-чик-чик. Так, ну давай тогда пойдем к Дарье еще раз вернемся, чтобы нас, так сказать, это... Ну, видите, тут как... Красиво и футуристично. Колеса. Стенд. Девушки красивые ходят. Так, Леш, давай, как бы, это, вот, соображать как-то быстрее. Пошли. Пошли к Дарье тогда еще раз выйдем, так сказать. Выставка просто огромная. И без... Без путеводителя нам здесь не разобраться. Я обратно хочу к Дарье дойти, чтобы она еще раз рассказала или провела. Потому что так мы с тобой ходить будем здесь до, наверное, до скончания этой выставки. Так, друзья, с первой попытки найти не удалось. Попытка... О, а вон Hyperloop, смотрите, плакат стоит. Показываем вам Hyperloop. Вот он. Видите стенд? Не снимай ноги только. Ну, ноги я стараюсь не снимать. Это вот, это... Так, мы опять вернулись, не нашли. Так что, да, пойдемте, да, нас надо провести. Вы мне позволите, да? Да, Настя, мы бы это самое, сходим тогда еще раз. Хорошо. Просто очень далеко идти, потому что ты не нашла. Да, мы просто ходили-ходили и поняли, что дальше сбились уже, так сказать, куда идти. Да, все. У нас теперь есть провожатый. Уже кто знает, теперь мы делаем попытку номер два. Вы все время будете вести репортаж? Ну, сейчас мы показываем в Перископе просто как бы саму атмосферу выставки, то есть что это такое. Это огромнейшая. Да, огромнейшая выставка. Это... Вот, и поэтому мы поняли, что сходу просто так без провожатого мы здесь не разберемся. Видите, тут уже что-то грузится, что-то ездит. Вот, ну, друзья, я думаю, в любом случае это интересно. Вот, чтобы это... Просто мы не думали, что это прям затянется на такое количество времени, чтобы пойти, найти. Это затянется минут на двадцать, а много передвижения до стены. То есть мы еще 20 минут будем до стены дойти? Ого, друг, да ничего себе. Друзья, мы хотели сходу тут найти. Нам говорят, мы сейчас 20 минут еще идти пешком будем. Это не сказали. Так тут это... Юнибайк надо сделать. Так вот не хватает, конечно, он там стоит. Вот, друзья, поэтому, если говорят, еще 20 минут идти туда пешком, а мы с Алексеем хотели просто сходу здесь найти. То есть, представляете, размеров выставки. Просто огромнейшая. Да. Вот. И народу, конечно, неимоверное количество там компаний. Вот. Я по статистике смотрел, больше 200 компаний, которые представляют... А, ну да, мы смотрели это, видишь, мы в другом павильоне вообще, Алексей, смотрели. 21Б. Это вообще, видишь? Ну, то дали общий обзор выставки. Конечно. Конечно, конечно, друзья тут. Я была вчера здесь. Угу. У меня билет на все дни. Но у меня сегодня самолет. Угу. И у меня не было выбора. Иначе вы меня вчера не пустите. Понятно. И так вы из визы заканчиваете. Да. Сегодняшний день, днем, больше мне не дали. Но то, что сделали наши ребята за ночь, вот это дорогого стоит. Это как у студентов, всегда все в последнюю ночь, в последний день, да? Когда он уже фактически, по помощи, которую оказывали на выставке, он просто не опугарил до вчерашнего дня. И утром был просто пустой квадрат и все. Это вчера еще, да? Вчера. Ну, вчера, да. В 11 утра. Да, поэтому Виктор Бабулин срочно выехал. Вообще, то есть, вчера в 11 утра был пустой квадрат и наклеена одна полоса. Ну, это организационные такие моменты. Самое главное, чтобы мы не сомневались в наших ребятах, что все сделают. Наши ребята на все плюнули и делали сами. И они просто огромные, молодцы. Это отлично. В них никто не сомневался. Здесь очень такая серьезная команда. Вот, они, кстати, здесь уже сколько, наверное, дней 5 или 6. Вот, именно готовили, пока не принимали. Потом распаковывали все машины, там готовили к установке. Вот, поэтому здесь абсолютно можно четко сказать, выступим мы здесь очень и очень достойно. Вот, а потом будет, обязательно покажем финальное, как бы, видишь, когда все посмотрят, здесь делают, ну уж. А вот это вот, наверное, большие павильоны, да? Вот тут 24, 25 и 21 нам как поделят. Да, да, да. А там уже 4.2. 4.2. А это, ну, вот видите, 5 вопросов. Угу. Так, нам сказала Настя, у красного. Алексей, так мы с тобой искали в одном павильоне, оказывается, нам еще надо было сам павильон найти, то есть вот этот огромный. Нет, тут вообще целые шатты ездят, то есть я говорю, вот сегодня мы представляем впервые в мире транспорт, через 5 лет этот транспорт может вообще как инфраструктура выставки появиться теоретически. Да. Молодец. Сколько еще шагать? Друзья, это нам тоже интересно, просто чтобы вы масштабы понимали, так сказать, как бы это, что вот мы включились в репортаж, идем, так сказать, это, но мы с Алексеем немножко не рассчитали, мы думали, что сейчас походим по этому павильону и найдем наш стенд, а оказывается, мы еще даже павильон не нашли. А как тяжело делать, чтобы на каблуках? Да, поэтому просто представляете, вот тот, что мы ходили по павильону и думали, что мы ищем свой стенд, вот, то, что вы снимали, это был один, а таких павильонов оказывается 37, да, по нумерации. Поэтому и в каждом павильоне еще находятся такие-то, то есть это... А, вон, 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 красный трамвай, возле него налево. Все, наконец-то мы нашлись. Вот, то, что Настя говорила, куда это, вот, видите, дальше. Нет, без гида здесь не обойтись. Конечно, конечно, тут мы бы первый раз в жизнь бы не нашли, мы бы тут полдня ходили, я говорю, пока выставка бы не закончилась. Вот, Настя говорила, про который красный трамвай, вот, а это получается, что в павильоне, там на входе сидят наши скайвеевцы, которые направляют. Ну, видите, нам даже дали, рассказали, куда пройти, и то мы не сразу сообразили. Так что... Так что, так что... Так, вот он, трамвай красный, вот, инновационный. Вот. И здесь мы идем, возле красного трамвая, да, возле красного трамвая мы идем налево, да? Да, мы заходим. Кстати, братья Слава, а у нас скоро в Словакии конференция очередная. Да, у нас через неделю будет конференция Слава. А это шкодовский трамвай, да, шкодовский? Так, туда идем, да? Да, заходим. Туда заходим. Ну, просто, друзья, масштабы, представляете, да? Этой выставки, это... Это, друзья, впечатляет. Это впечатляет. Так, все, вот мы вошли в очередной павильон. Вот тут, видите? Да, то есть вон демонстрируются скоростные железные дороги, стенды. Вот. Вон их тут и количество. Вон какое-то метро. Вот еще какой-то, смотрите, макет стоит, модель скоростного. Вот. Инновационный вагон. Ну, да. Опять какой-то модерн, современный скоростной. Вот пара от скоростной железной дороги, видите? Насколько это все... Пионеры подобных решений. Да, да, да. Позиционируются. Одиннище. Так что... То есть, представляете, да, друзья, вот сколько вот сейчас мы ведем репортаж, все это время мы идем. Мы только чуть-чуть заплутали, когда вернулись опять к Насте, чтобы она еще раз рассказала. О, РЖД! РЖД... Смотрите. Живьем, живьем. РЖД. Видите, какой инновационный макет стоит? Офигеть! Инновация. РЖДшная. Вон еще, так сказать, это. То есть, друзья, вот насколько бы мы выглядели, если бы мы сюда привезли просто очередной макет или очередной даже нашу модель 1 к 10 и показывали инновационно. Так, идет 4-2. А когда показываем действующие образцы, это, друзья, конечно, совсем другого плана работа, плана демонстрация. Ну все, подходим мы, так сказать, наконец-то к нашему стенду. Мы подходим к нашему павильону пока. А, это еще только наш... 4.2. Сиднеется. О, Сименс. Смотрите, наши друзья. Это стенд Сименса. Китайчего. А мы как раз рядом с Хитачей должны быть. Так, видите, это все Сименс. Сименс, это вот этот весь народ вокруг Сименса. То есть Сименс, конечно, представлен здесь очень достойно. Ну это Германия. Да, это Германия, крупнейший производитель, крупнейший. Так, вот это китайцев тут, вон, целая грядка. Китайцев очень много здесь. Вообще в Берлине много, а здесь на выставке... Кавасаки. Кавасаки, да. Так, представляете, да? То есть, в общем-то, общее впечатление от того, что здесь происходит, как здесь происходит, наверное, вы уже увидели, да? То есть, вот, народу, то есть, смотрите, куда не повернись. То есть, я во все... Во все стороны. Вот. Все. Итак, друзья. Внимание. Вот он. Вот он наш стенд. Вот он наш юнибайк. Вот он наш юнибус. Замечательный, друзья, момент. В прямом эфире. Кереченко, естественно, уже что-то рассказывает. Так что, это тут вон стоит Арманд. Наш, скажем так, друг и партнер. Вот оператор Никита. Улыбнитесь в прямом эфире, вы, так сказать, это Арманд. Здравствуйте. Привет. Я уже, короче, узнал это самое, что наши соседи делают. Что наши соседи. Ну вот, друзья. Как мы обещали, я вам просто покажу сейчас. Вау. То есть, это в прямом эфире вы первый раз видите, друзья, юнибайк. Но мы по нему сделаем отдельную, отдельную репортаж. Отдельную, так сказать, мы нашли, так сказать, до нашего. Михаил, в прямом эфире. Работаем с итальянцами. Итальянцы, перископ, прямой эфир. Бонжорно. Бонжорно, сеньори, дейчер. Бонжорно. 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 Бенвенути. В Скайвей. В Скайвей, да. Так, видите, работа идет. Вот. Ну, здесь я, друзья, я вам просто чуть-чуть издали покажу. Это самое. То есть, вот он наш. Вау. То есть, вот это. Просто нет слов. Это машина, друзья. И это не модель. Это действующий образец. Вот он, я вам целиком показываю. Юнибайк. И вот он, друзья, наш юнибус. То есть, тоже. Вот даже чуть-чуть покажу инновационный пол, про который все хотели спросить. Это, видите, бабочки сидят. Стрекоза. Обещали же показать инновационный пол. Где вы видели? Пол с травой и с бабочками. Котолок. Но это, друзья, у нас будет отдельно. Видите? Это наш юнибус. Это то, на чем будут все ездить. Такой скромный. Видите? Так сказать. Это я его изнутри показываю. Вау. Деша, ну это... Так вот, причем мониторы. Это действительно будущее наступило уже сейчас. Будущее наступило уже сейчас. Но, друзья, мы специально делаем это. По юнибайку, юнибусу мы дадим отдельный репортаж. Это сейчас, когда Виктор подойдет с Родом Хуком. А сейчас, друзья, я просто могу сказать, что наша вводная часть заканчивается. Мы нашли наш стенд. Мы вам показали, что здесь продемонстрировано. Вот. Ну а, конечно, когда мы с Алексеем посидим сейчас в юнибайке, в юнибусе, это мы вам покажем отдельно. Так что, друзья, небольшой перерыв. Наверное, минут на сорок. Вот. Но основное, чтобы вы сейчас увидели, вы увидели масштабы этой выставки, потому что мы сюда шли почти 40 минут. Вы увидели стенды. Это самое. И я могу сказать, что такого уровня машины я просто в юнибайке еще сам ни разу не сидел. Я видел только, когда он готовился к отправке. Друзья, поверьте мне, это машина мирового уровня. И то, что показано здесь, никто нигде еще не делал. Поэтому строй Skyway, спасай планету. Мы, друзья, находимся с вами в прямом эфире с выставки Инотранса, где мы представляем сегодня уже готовую технологию, готовую концепцию, готовые машины, которые с выставки Берлина едут на выставку в Минск по просьбе руководства в Белоруссии, а оттуда сразу на полевые испытания. И начнется работа эко-технопарка, когда мы в действии будем показывать наши машины, концепт транспорта третьего тысячелетия, который сегодня уже готова к работе. Все, друзья, давайте на этом мы делаем небольшой перерыв. Вот, репортажей сегодня будет еще много. Вот, мы будем включаться с интересными людьми, которые будут подходить из делегации. Мы будем, особенно важные, давать анонсы в чатах. Сам, потому что у нас, мы уже говорили, будет делегация Челябинской области для подписания соглашения во главе там с губернатором или замгубернатором по транспорту. Они еще не определились, кто из них будет. Вот, будет делегация Воронежа тоже готовить. Вот, и, соответственно, Министерство транспорта Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, то есть много кому. И мы будем заранее давать анонсы, что репортаж, включение, прямое, так сказать, и будем, соответственно, с вами в этой работе присутствует. Так что, друзья, три дня нас ожидают очень серьезнейшей, интересной работы. Вот, мы для этого сюда и приехали. И я думаю, что результат этой выставки просто превзойдет все наши ожидания. Все, друзья, давайте небольшой перерыв. Это был вводная часть, еще раз скажу, именно для того, чтобы вы представили, но я думаю, что все впечатлились по поводу того, каких масштабов эта выставка и каких масштабов, так сказать, сегодня мы, как Skyway, участвуем в этой работе, участвуем в этой презентации. Все, друзья, небольшой перерыв. Лоша, скажи что-нибудь. Ну, на самом деле просто. Просто эмоций нет до сих пор. Точнее, эмоции переполняются. Эмоции невозможно описать абсолютно. То есть, когда видишь живую, то, о чем рассказывали на вебинарах, в визуализации, оно в живую это выглядит значительно-значительно. А давай, Леш, подойдем. Ты встань на фоне, так сказать, на фоне нашего. Так, Женя, поздоровайся со всеми. Такой он узкий, естественно, форму. То есть, форма абсолютно аэродинамичная. Это форма рыбы, форма карасяя. И он действительно будет перемещаться со скоростью до 150 км в час. И вот мы ехали, когда проходили через Инотранс, достаточно много павильонов и большая площадь огромная, даже шаттлы ездят. Что-то мне подсказывает, что лет через пять даже на Инотрансе инфраструктура наших юни-байков может появиться. Потому что это действительно удобно. Здесь огромная площадь. Ну, давайте, так сказать, друзья, начнем, скажем так, презентацию. Мы сейчас очень вам подробно покажем каждую деталь, поясним, сделаем. Сразу передаю привет. Только что звонил Юницкий. Он сейчас в Минске на стройке. Ни на секунду не прекращается работа. Мы всем... Нам передал привет. Мы все ему... Значит, просто показываю. Вот наш стенд. А, нет, извините. Это... Это сам... Вот наш стенд. Стоит юни-бурс городской. Стоит юни-байк. Сейчас мы все расскажем, покажем. Вот. Вот стоит Виктор Бабурин. Виктор, в прямом эфире. Скажи, так сказать, это... Всем привет. Вот. Это, видите, вокруг нашего стенда всегда. Тут вот норманно викинги фотографируются. Вот. С родом хуком идет, видите, так сказать, вся наша делегация. Помахайте вы в перископе в прямом эфире еще. Видите, тоже, так сказать, вот. Вот. То есть это просто... Вы сразу видите, как идет. Это наша делегация из Нормандии. Викинги. Привет. Приветствую. Да. Это с Лондона. Откуда? То есть... Артиславы. Там вон Арманд у нас ходит. Арманд. Арманд. В прямом эфире, помаши рукой. Все, так что это самое... Да, просто буду. Сейчас, сейчас. Ну что, друзья, давайте тогда переходим уже к тому, что это... Алексей, пойдем показывать машину. Наконец-то мы с вами, друзья, покажем. Так, давайте мы все это. Мы в перископе показываем в прямом эфире машину. Значит, вот издали, вот он стоит, наш карась. Леша, закрой дверь, а, тогда, так сказать, как бы это, чтобы вы представили, что это за машина, как это за машина, и почему мы это называем будущее мировой транспортной инфраструктуры. Вам очень интересно сегодня... Это самое раз... Сильнее, сильнее. Сильнее, это же, да. То есть, тут все работает. Видите, наверху идет постоянно. Итак, друзья, вот он, Юнибайк. И мы начинаем именно с него, потому что это... Как открывается дверь? Да. Это основа всей транспортной инфраструктуры. Сильнее нажимай, Леша. Вот. То есть, вот открывается одна дверь, открой вторую, та же дверь. Вот вторая. Вот, друзья, сначала сделаем обход его. То есть, весь... Почему называется Юнибайк? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть, видите, вот он сбоку, видите, какой узкий карась, аэродинамичный. Вот. То есть, он настолько узкий, действительно, там огромное количество места. Сейчас, сейчас мы все покажем. Сейчас внутри, так сказать. Видите, вот инфраструктура под рельс. Вот. Идут постоянно, тут, видите, фотографируются. Так, ну что, Алексей, садись. Так, да, теперь инфраструктура презентация. Да, то есть... Во-первых, взгляните на качество материала. То есть, друзья, сделано все просто на высочайшем уровне. То есть, это уровень, там, Феррари, Ламборджини. То есть, очень кожа... И самое главное, цена, это будет доступно абсолютно каждому. То есть, смотрите, вот я сейчас... Вот внутри система информационная. Смотрите, здесь, действительно, живет наш Юник. То есть, наш персональный ассистент, консультант, который будет помогать вам в жизни очень-очень сильно. Он будет вашим другом, действительно. И я был удивлен, но здесь мультимедийная система... Коу! Гуд? Тесла автомобиль позавидует такой мультимедийной системе. То есть, посмотрите, это планшет, достаточно, как бы, современный. Посмотрите на вот эти вот дефлекторы. Это напомнило мне Мерседес. И, собственно, вот эти динамики. Очень качественно все сделано. И очень приятно здесь находиться. Так, ну что, давай внутрь закрываем. Сергей Анатольевич, очень-очень важно. Мы можем выбрать маршрут, дорогие друзья. Куда поедем? К примеру, у нас не так много с собой денег. Мы поедем по первому маршруту. Нажимаем. И, соответственно, там будет даже надпись, если кто-то крутит педали, то нельзя крутить педали, пока мы не начали движение. Мы поехали. То есть, это имитация движения. Юник, включи мне музыку. Чуть попозже я смогу с ним общаться голосом. То есть, это обязательно будет голосовое управление. Но сейчас Юник у нас только родился. Юнибайк только появился. Впервые в мире. Поэтому, включаем музыку пальчиком. Вот, пожалуйста, замечательная музыка. Можно выбирать. Можно увеличивать громкость. И все передается на динамики. То есть, это живой организм. Это действительно транспорт не просто второго уровня. Это интеллектуальный транспорт. Это транспорт с интеллектом. С мощным интеллектом. Если вам захочется отрегулировать климат-контроль, вот, пожалуйста, действительно дует. То есть, действительно, все работает. Можно температуру уменьшить. Музыку мы сделаем потише. Соответственно, уменьшить, чтобы кто-то не любит, чтобы сильно вентилятор работал, освещение. Пожалуйста, тоже можно нажать. Это первая модель. Но посмотрите, насколько она сделана качественно. Насколько она современно сделана. То есть, это прорыв. Вот смотрите, просто качество, чтобы вы видели кресло. Качество просто изготовления двухместного. Видите, второе место. То есть, вот оно. И он кажется, насколько маленький. Еще нюанс. Если мы нажимаем кнопочку Help, то есть, это помочь. Чуть попозже мы сможем, вплоть до того, что... Юник, скажи прогноз погоды. Юник, к примеру, что мне сегодня одеть? Он дам мне пойти, он вам все скажет. Сейчас пока что, если нажимаем Help, он говорит, tell us what's happened. То есть, скажи мне, что случилось. О, это эксцелент. Skyway is very good corporation. Так, снаружи, друзья, я уже показывал. Еще раз сейчас облетим его, посмотрим. То есть, вот он выглядит как спереди. То есть, это наш карась. Вот крепление под струны. Вот. Теперь, Леш, давай, ты садись в это самое, или давай я покажу, как он... Давайте, давайте. Так, вот залет убери. Да. И батарейка держи. Вот, значит, смотрите, друзья. Почему он называется Unibike? То есть, почему байк? Сергей Анатольевич человек, как бы, комплекции выше средней. Но, крутя эти педали, Сергей Анатольевич станет вообще очень подтянутым буквально через самое ближайшее время. Друзья, это мечта, всегда мечта, чтобы это вырабатывать 0,2 киловатта. Это фактически половина энергии, которой надо для движения и паника. Он только за счет вот этого генератора он будет двигаться со скоростью 160 километров в час. всего, криворасчетная скорость 150 километров в час. Видите, друзья, это давняя мечта, когда вы перемещаетесь... Давай я эту дверь закрою. Жень, вот это действительно пространство, в котором находишься, в котором едешь, крутишь педали. Абсолютно комфортно, абсолютно уютно. Стеснение какое-то чувствуется? Что? Стеснение чувствуется. Никакое, абсолютно, очень, как бы так... И вот это, друзья, мечта. Я могу вот так вот спокойно ехать. Дерем небезопасности, спрашивают. Ну, друзья, знаете, это настолько безопасная система, что, в принципе, наверное, их предусмотрят. Можно будет предусмотреть, чтобы они... Откроем дверцу. Наверное, там в серийных можно, в образах. Но, в принципе, пока, так как это управляется компьютерной системой... Как вам вообще сидение? Друзья, я говорю, у меня просто эмоции то, что переполняют. Вот как все сделано, как все качественно, как это все работает, как это... Добро пожаловать в Юнибайк. Самый быстрый и безопасный транспорт с функциями кручения педалей. То есть здесь мы видим, что вы можете прокатиться по самым лучшим местам города со скоростью более 120 км в час. И покрутить педали, позаниматься фитнесом, кардионагрузка, которой нам очень-очень сильно не хватает. То есть это не просто, друзья, нагрузка, чтобы вы понимали. Это половина энергии, которой надо для движения этого Юнибайка. Интерьер вообще как в космическом корабле. Да, то есть качество просто, друзья, изготовления, чтобы вы понимали. Это мирового уровня. Это, наверное, на уровне Феррари и Мерседеса. Но цены совсем другие. Это будет достаточно... Сколько он будет стоить? Ну, серийный Юнибайк будет стоить в пределах 1000 долларов. А в принципе, зачем нам здесь ремни безопасности, друзья? От чего? От чего безопасность-то должна быть? То есть в основном безопасность у нас происходит от опасности ДТП, от опасности столкновений и так далее. Здесь, в принципе, опасность какая может быть на втором уровне. Ведь он будет перемещаться на высоте 5-15 и выше метров над землей. То есть тут столкновение невозможно будет по определению, потому что это автоматизированная система управления. Сергей Анатольевич, регулируйте сидение? Вот тут какие-то есть регулировки, да. Конечно, конечно. Дальше. Дальше. Так, порегулируйте. Вот, пожалуйста. То есть человек любой комплекции, даже по 2-10, баскетболисты тоже обязательно сядут. И каждый человек будет чувствовать себя в абсолютном комфорте здесь. Да, друзья, потом это же сейчас это спортивная, легкую, такая прогулочная, что-то двухместная, все. А основное количество, конечно, этих юнибайков, или сейчас мы их дальше, когда он будет оснащен уже искусственным интеллектом, когда у него будет бортовая компьютерная система, то есть это уже будет юнибокс, или мы их назвали... Михаил, вы заменили название юнибокс на юнибэк. Да. Как вам это название? Это продолжение наших футурологических языков. То есть это юнибэк более правильное, то есть это как-то путешествие для езды, то есть двухсупраг, коробка, даже умная коробка. Так вот, вчера заменили юнибэк. Да, когда-нибудь слышали такую пословицу, поговорку, когда очень хочется поехать путешествия с кем-нибудь, всегда нам говорят, возьми меня с собой свой чемодан. То есть наверняка слышали. А тут, в принципе, тут весь наш багаж будет с нами в нашем чемодане. Юнибэк. Не с чемоданом, а в чемодане. В общем, мы воплотим в жизнь древнеримскую пословицу. Ом я мэ 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 кум пор. То, что значит, что свое на вкус. Абсолютно. Да, 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 да. Там же еще и я. И в нем еду сам. Строй Skyway, спасай багаж. На самом деле, друзья, насчет темы багажа, анонсик небольшой. Я подготовлю очень хорошую статистику, потому что появилась идея. Очень серьезная, животрепещущая. Будет еще одна точка входа для информирования о нашем проекте. Но об этом вы узнаете на вебинаре. Немножко такая реклама вебинара. Да. Техника экономического. Давай, Алексей, то есть... Так, ну давайте я сейчас... Да, теперь ты садись, да. То есть, да, я немножко повыше. Да, Алексей, повыше чуть-чуть, так сказать, это... Можешь регулировать вверх-вниз, да. Так мне неудобно. Так неудобно. Давай дальше, это сам выше. А так вполне лучше. Да. Подлогу, это все замечательно. Очень примечательно. Вот в тест-драйвах это бы отметили. Смотрите, вот у меня 46-й размер в ноги. Ничего себе. Здесь, конечно, это решено, чтобы у меня могут не задевать. Так, закрой. Сейчас давай двери закроем. Вот у нас Алексей внутри. Стекла тонированные. Сейчас я еще сделаю... Вот тут вот Бабурин презентацию делает на английском языке. Вот идет. Это наш оператор. И вот как спереди выглядит этот карась. Наш юнибайк. То есть, вот он, видите? Очень технологичная, очень красивая машина. Вот. То есть, сверху съемный блок, в котором находятся 4 мотор-колеса, батарея. И вот мы открываем. Смотрите. Заметили? Я управлял светом. То есть, вот, Сергей Анатольевич, закройте еще раз дверь. Я покажу, как регулирует свет. Так, давайте. Сейчас я сяду во второе место. То есть, вот я. На самом деле, чувствуется нагрузка на ноги. То есть, это действительно кардионагрузка. То есть, вот я сижу. Вот видите? Сейчас, подойдешь, я... Сейчас свет погас. Угу. И я включаю на заднем сиденье свет. Одним нажатием кнопки. Я не нажимаю, вот как Mercedes, BMW, нужно нажимать сверху. Я нажимаю на планшете. То есть, видите, места сколько внутри? Да, если хочется немножко, как бы, в такой вот приватной обстановке, порелаксировать, помечтать, я могу включить музыку. Свет включи, а то темно. Живешь, не видно. Да, минутку. Я уже немножко даже запахался, друзья. Да, видите, Леша еще и педали крутит, энергию вырабатывает. Да. Друзья, тут все можно сделать. Сейчас это юнибайк у нас. Это он безбортовой компьютерной системы. А когда поставим бортовую компьютерную систему, это уже будет юнибэк. То есть, это система, которая... Так, давайте я с ней вылезу. Ну, то есть, вот, друзья. Что еще? То есть, вот, пол очень... Кстати, появилась одна идея, Сергей Анатольевич. Ну? Вот, по сути, сейчас мы проводим тест-драйв. Как вы думаете, дорогие друзья, вот идея схода просто из головы? Отметьте комментариями. Вот если мы тех тест-драйверов, которые тестят новые машины, машины первого уровня, которые попадают в ДТП, которые, собственно, калечат людей, к сожалению. Согласятся ли эти люди, у которых, кстати, миллионы просмотров и так далее, без всякой оплаты про тест-драйвить наш юнибайк? К примеру, большой тест-драйв. Напишите комментариях. Так, ну что, друзья, вот мы с вами юнибайк посмотрели. То есть, сейчас еще. Виктор, можно я его сзади покажу? Так, что хвост, который у него есть, да? То есть, вот система, видите, вот. Вот, все очень технологично сделано. Я говорю, друзья, сделано все на очень высоком уровне. Вот его хвост, вот. Так что, ну вот, друзья, так мы, наверное, заканчиваем демонстрацию вам тогда юнибайка. То есть, все, вы посмотрели, это готовая машина. Она прямо отсюда едет на выставку в Минск. А после этого, в конце октября, встает на самую. И сейчас мы переходим уже к юнибусу. То есть, юнибусу – это 14-местная городская машина, которая как раз будет перевозить до 300 тысяч пассажиров в сутки. Вот я ее полностью делаю облет. Вот вы ее смотрите. Внутри ее как раз сейчас Ротхук дает интервью для английского телевидения, которое представляет у нас Арманд. Соответственно, что вспомнить ее мобиль, люди ничего не... Ну, не знаю, как ничего не выпустят, друзья. У нас уже все готово, все изготовлено. Мы показываем, и отсюда мы едем на ходовые испытания. То есть, вот у нас модели здесь движутся, видите, так сказать. Кстати, вот очень примечательно. Помните, мы вам на вебинарах говорили, может транспорт теоретически в будущем... Так, тут спрашивают, чем кардинально юнибус от юнибайка отличается? Юнибайк – это персональное пространство, один, максимум два человека. А юнибус – это общественная городская система на 14 человек. То есть, это микроавтобус на большие объемы. Как автобус, как седан, как купе. Кабриолет, не знаю, как будет. То есть, видите, это тоже действующие модели, то есть, один к десяти, которые также здесь стоят на стенде. Они в таком постоянном режиме работают. Вот очень интересный стенд, смотрите, видите, как стены оформлены. То есть, они все с чертежами, с характеристиками, с вариантами рельсов. То есть, это все. И вот вся, видите, весь стенд оформлен именно вот таким... Кстати, а в кабинете такие обои хотел бы. Да, в кабинете. То есть, это очень такая система. Дальше, видите, стенд вот здесь стоит здание, транспортные системы. Идет постоянная демонстрация роликов. И, соответственно, действующий образец, причем это не макет, чтобы вы понимали, друзья, еще раз. Это именно уже действующий образец, который сразу перейдет на ходовые испытания. То есть, это уже готовая машина, электромашина. Точно так же сейчас, на этой неделе начинается монтаж путевой структуры в экотехнопарке. И, соответственно, когда вернется в конце октября, будет уже начало ходовых испытаний, в том числе и вот этого городского юнибуса. Это, конечно, другая совсем машина. Вот там, видите, чуть-чуть видно даже инновационный пол, про который мы говорили. Я его тоже покажу. Сейчас РОД закончит давать интервью. И мы с вами изнутри посмотрите, как будет выглядеть городская система. А чем выгоднее пользоваться юнибайком? Ну, друзья, сначала, естественно, что по мере того, как будет развиваться система, она будет развиваться как общественный транспорт викингам нашим с Норвегии. То есть, видите, народу очень много, чтобы вы понимали. У нас вокруг стенда постоянно подходят люди, постоянно кто-то сидит в юнибайке, постоянно демонстрируют, так что эта работа идет очень-очень активно. О! О, вы в прямом эфире. По-моему, уже без прямого эфира мы, да, без прямого эфира. Да, мы без прямого эфира. Без прямого эфира. Да-да-да. Так что это, видите, тут собирается постепенно весь директорский состав Skyway Capital. Внимание. Вот. Так что это. Вот. Поэтому что еще сейчас сказать про юнибайк? Пока для нас освободят юнибус, вот, что это, как мы говорили, спортивная такая прогулочная система. То есть пока она, естественно, не рассчитана на большой перевозку пассажиров. Хотя путевая структура, которая сейчас монтируется, она будет рассчитана и на 12-ти местные, и на... В принципе, здесь можно ширину колеи увидеть. Да, это самое. Поэтому это, скажем так, вот именно юнибайк, это где можно перемещаться, заниматься спортом, давать физическую нагрузку, вырабатывать энергию. Но дальше, друзья, чтобы вы понимали, насколько это все сейчас серьезно и насколько юнибайк является основой всей транспортной системы. Потому что, вот смотрите, вот этот вот съемный мобильный блок, то есть верхняя часть, где стоят электродвигатели, видите, вот я ее сейчас показываю, то есть это существенная часть именно машины, она отстегивается, видите, вот этот, она отстегивается и становится просто вот эта капсула, вот этот, ну, мы ее назвали сначала юнибокс, вот. А сейчас это все-таки юнибек, там будет стоять персональная интеллектуальная система, которую, ну, там, сейчас их разрабатывают несколько компаний сразу, разрабатывают IBM, Ватсон называется система, разрабатывает Google искусственный интеллект, разрабатывает Microsoft. Вот, у них у всех одна проблема, что это получается очень тяжелый компьютер, потому что нужна большой объем памяти, большое быстродействие. Соответственно, как вы понимаете, у нас с весом, у нас можно и в пол, и надо ставить любое количество и аккумуляторов, и любое количество памяти. И поэтому, ну, именно искусственный интеллект, как мы его назвали, юник, который будет находиться, это голосовой менеджер, с помощью которого вы будете общаться с информационным полем. А с учетом того, что в рельсах наверху находится оптиковолокно, то есть у вас будет практически неограниченный трафик по передаче сигнала. Так вот, друзья, очень-очень важно, что этот именно юни-бокс, юни-бэк, как мы его сейчас назвали, это становится основой вообще транспортной системы, потому что становится мобильное перемещение, именно модульное перемещение. И это пространство, еще раз, чтобы вы понимали, оно персонально под каждого. Ну что, друзья, там интернет чуть-чуть слетел, тут перенастроились. Вот, народу вокруг нашего стенда всегда много, желающих много, идут постоянные презентации. То есть мы вам показали юни-байк, юни-бэк, это, друзья, конечно, ну просто потрясающая машина, то есть я честно могу сказать, я хочу уже иметь у себя такой мобильное персональное пространство, юни-байк, где можно перемещаться, заниматься спортом, крутить педали. Вот, соответственно, мы вам показали и показали даже искусственный интеллект, вот, да, это постоянная работа, да, друзья. А сейчас мы переходим уже к демонстрации юни-буса. Это город... Это юни-бус уже. Да, сейчас родхук освободил нам как раз место. Видите, тут на стенде даже не протолкнуться, народу много, Володя. Толкется народу. Так сказать, Виктор. Да, да, да. Рот. What's your name? Алексей, we have talked in the beginning in the last forum by Skype. Alright, okay. Yes. Yes, okay. I do remember. It was first discussion about Skype with Aftom Miller. Yeah, that's right. I'm excited to see you. And that was my first Skype discussion, and Atali was there. I had my wife behind me saying, don't yell, because I didn't yell, because I talk louder, he got on the same. Yes. You know, we tend to do that in Australia, when we're using different languages. You know, you talk louder, mate, but we might work it out. So, anyway, we survived. Yes, it's excellent. It's a revolution in transport, and I'm sure that in Australia, it will actually have a very stable. Yeah, look, we need to get a tester, I think, until I can show people the touch of the field of the TSA, it will be a bit of a amount of TSA, which is a few years ago. Yes. You know, we can see that they are great, but this, there is interest in Australia. Some say they are obviously great, but you have to say, and then you want to be a big and all to be great. Yes. You know a beautiful moment. On the back, Unibus. So, friends, I'm going to turn it and start to show you the वन, with all our वनिद, so we do. Let's see what the view of Unibus is. То есть это обычный городской автобус, в котором, юнибус, в котором будут перемещаться. Вот мы с вами заходим в него. И вот смотрите, как будет выглядеть обычный городской микроавтобус. Вот видите, вот я показываю вверх, как он сделан. Конечно, качество изготовления, друзья, вы не представляете, как это все эстетично, как это все выглядит здорово. Как это все, то есть вот потолок, видите, подсвечивающийся, вот панель. Друзья, чтобы вы понимали, это обычный городской транспорт, общественный транспорт. Вот видите, вот впереди панель, то есть тут два сидячих места, то есть это для тех, кому надо. А в основном это как лифт, здесь люди будут стоять, перемещать, потому что со скоростью 150 км в час. За 10 минут можно приехать из любой точки, даже Москвы в любую точку. И при этом это будет занимать немного времени. Вот панель, в которой стоит. Вот сейчас видите, как комфортно себя выглядит. Михаил. Мы хотим интервью снять. Сейчас, да, будут снимать интервью, но мы показываем сейчас как раз. Экологичные. Сейчас будет сниматься интервью Михаила с Родом Хуком, вы их все увидите потом. Репортажи мы тогда оставим. Да, давайте покажем. А мы пока посмотрим. Единственное, что, друзья, посмотрите, пожалуйста, вот стоит Род Хук, и мы вам обещали, что будет инновационный пол. Видите, трава, бабочки, стрекоза. Если вы хотите сказать, что вы когда-нибудь видели в общественном транспорте такой пул, то я вам не поверю. Бабочка. С бабочками и со стрекозами. Поэтому вот мы показали вам. Вот смотрите, как выглядит человек, который стоит. Видите, какая друзья? Там сейчас будет прям в Юнибусе интервью Рода Хука, который снимает Михаил. Так что мы с вами присутствуем даже при съемках репортажа. Вот Род очень знаменательный, как вы понимаете. Здравствуйте, Александр Николаевич. Вы смотрите новостейская элит, которую мы рассказывали вам развернули, как у них принято. То есть технология, что вы на высокой интервью и на франции. И первая элитра для вас, в том числе, в виде развернутой 20 человек. Вы все это увидите в репортажах, друзья. Вы представляете Род Хуком, и на сференка нашей элитарской компании. Род Хуком говорит, что очень волнительное событие быть вместе с нами. Вернение. Род, how do you like the first day of the exhibition? Well, I think it's mind-blowing, actually. So many people. 2,700 экземплярс, there are so many people out there trying to sell products. I've been to the opening ceremony. Они говорят о том, что нужно быть инновационным, оборудованным, эффективным, энергетически эффективным. Все вещи на SkyWay используются. Так что, когда люди приходят здесь, я видел структуру. Сейчас видеть какие-то ролики, это очень интересный. Это будет очень хорошо. В нашей стране. Я спросил Родаку, какие его впечатления от первого дня выставил. Он говорит, это все просто потрясающе. Практически выносит мозг. Прямой аналог русского выражения. Он говорит, что был на церемонии открытия, и все говорили о том, что транспорт будущего должен быть экологически чистым, он должен быть экономичным. Короче, все то, чем SkyWay уже является. И здесь двое-то 1700 участников, которые продают свой транспорт, но только наши транспорт отвечают всем требованиям будущего, и жляют сегодня. Род, что вы думаете, что ждет нас? Конечно, мы можем сделать это длиннее, и что ваша планка? В этом моменте мы строим тесты в Беларуси, и в новом году мы будем делать это длиннее. И мы будем показывать в этом году, что технологические технологии и технологические технологии и технологические технологии. И я думаю, SkyWay это тоже очень важная история. это очень важная история. Я говорю у нас с теми, кто интересен в течение этой страны, и решение уникальное строение в том, что они с этим неудачем. И требуются купить Я думаю, это основная история. И это основная история. И это все, что мы хотим. и мы будем ставить деньги на титул, и мы сделаем это в следующем году. Спасибо. Охарот говорит о том, что мы отличаемся от многих других экспонентов здесь. В том, что они продают, пытаются продать то, что уже есть в правом рынке. Мы привлекаем инвесторов для того, чтобы сделать астров в будущем. Охарот уже поговорил с большим количеством заинтересованных людей, которые действительно впечатлены, что мы пришли от слов к телу и все, что мы обещали, оказалось настоящим. Род, спасибо за ваш интервью. Это было только первое, и я думаю, что в следующем году мы получим больше и больше новостей, и хорошие новости, возможно, от вас. Я благодарил Рода за прекрасное интервью и в надежде, что в ближайшие дни мы много раз еще с ним поговорим и с надеждой, что эти новости будут получены. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо за нашу YouTube. Следите за обновления новостей на официальном сайте Животной компанией Skyway и по адресу Росвейда Фиста и Санкт-Петербургом Поддерживайте наш проект, когда о вас никто никогда не скажет, что вы человек, считающий, что чем подумать о начале, достаточно лишь сожжать последствия. Строи Skyway! Спасай планету! Спасибо! Ну вот, друзья, видите, мы закончили интервью. Ну, Михаил, то есть мы с вами еще в прямом эфире посмотрели, как Михаил пишет интервью, вы все это увидите на наших каналах, вы видите, как реально рождается строй Skyway, спасай планету, и Рот уже это говорит. Ну, а мы с вами, друзья, видите, это просто попутно получилось, что мы с вами еще и поучаствовали в интервью. Поэтому, видите, сейчас вон есть рельс, то есть вот он весь наш юнибус, вот у него вот такой хвост, очень, очень красиво. А сейчас немножко, видите, вот он, его хвост. Здесь он, естественно, стоит на крестках. Вот, друзья, теперь я в него захожу, и просто смотрите, вот качество, просто как это сделано. То есть, видите, вот эти двенные обводы, то есть... Друзья, чтобы было понятно, это серийный городской юнибус, серийный. Полка, не, ну, друзья, конечно, это не живая трава, то есть, так сказать, это полная такая имитация, но она из очень интересного материала, такого очень приятного на ощупь. И, видите, она сделана как, именно, именно как трава, то есть, с человека, и просто, вот видите, что тут есть... И скользит. Да, абсолютно не скользит. Видите, там есть бабочки на ней, вот, стрекозы, и все это. И все это выглядит, друзья, просто несколько, видите, с учетом, что с натуральным деревом, очень технологично. Очень экологично. Да, и материал. То есть, антибактериально наверняка, то есть, Анатолий Эдуардов... Остань туда, вот, это самое, вот, видите. Вот, смотрите, удобно, удобно, действительно, вот, облокотился. Даже если 4 человека здесь, допустим, сядут, они сядут абсолютно комфортно. Я могу, вот, к примеру, на пол вытянутой руки, все будут 16 человек здесь находиться, здесь сколько, 14? 14, да. 14. Всем будет комфортно. Да, то есть, вы видите, это... Так вот уже битком, в принципе, и 16, а система позволит вообще 16. Ой, она с избытком сделана. Просто, друзья, чтобы вы понимали, это концепт именно перемещения быстрого по городу. Почему здесь не делается там кресло, чтобы сделать, потому что, ну, представляете, со скоростью 150 км в час вы за 10 минут можете перемещаться там из любой точки любого мегаполиса в любую точку. Потому что таких скоростей сегодня практически нет по городу. Вот, и, соответственно, видите, народу это... Это Китай у нас. Вот, кстати, Next Station is Zoo. Ну, то есть, зоопарк. Зоопарк. И тут имитация, вот, это что за кнопочка? Ну, это вызов оператора, то есть, это... То есть, это как раз-таки операционная система наша, глобальная, транснет. Как мыть пол задействовать? Да, друзья, он абсолютно технологичный, я говорю, то есть, это очень хороший такой материал, вот, по поводу мы говорили. Просто сам по себе дизайн, понимаете, вот, заходишь, это очень светлая машина, зеленый пол, подсветка, большие окна. Вот, соответственно, очень такой, понимаете, вы не стесненные, вот, представляете, как вы едете в метро? Нет, ну, здесь человек не будет долго находиться, то есть, 3-5 минут до следующей станции максимум. Ну, там, 10 минут, 10 минут, это вы всю Москву проедете уже насквозь, понимаете? Вот, это для пожилых людей, для... Можно вот так вот сесть. Да, то есть, это два человека, которые... Если кто-то хочет прикорнуть, тоже удобно, вот так вот прислонился, все, как бы, очень удобно все. Динамики. Покажите мне трамваи, вообще, где были динамики. Вот, то есть, это хороший звук, хорошая система, то есть, видите, но, чтобы было понятно, это общественный транспорт, на котором будут ездить миллионы и сотни миллионов людей. Вот, и здесь, понимаете, он рассчитан на то, чтобы здесь быстро входить, быстро выходить, он проходит, он будет проходить большими пролетами по 400-800 метров, то, что будет... Кстати, вот, в метро тоже проблема. Огромное количество людей читает книжки в метро, темно в метро, портят зрение здесь. И шумно, самое главное, это абсолютно будет... Куда бы я ни встал, везде светло, фактически, то есть, читай, сколько влезет, как говорится. А с учетом, что здесь будет обязательно раздаваться Wi-Fi, то есть, вы доходите... И это, вот как раз, друзья, это когда говорят, а сколько переводить, вот я на одном вебинаре, мне там задали вопрос, а сколько может перевести эта система? Вот эта система, которая сейчас, она по производительности будет больше, чем метро, больше, чем метро, друзья. 200 тысяч пассажиров. Да не 200 тысяч, это же 300 тысяч в сутки, это одной веткой только, одной веткой. Одной веткой, да. Вот. А, в принципе, если будет более упрощенная версия, то есть, travel car, travel bike, либо на экранчике, либо вообще будет проекция на стекло, вот вчера мы перемещались... Тут народ пишет, дверь закрывается или не закрывается, что это все... Вот эту можно нажать? А сейчас спроси у ребят, где эта самая... Михаил, а где эта самая... Дверь как закрывается, а? Сейчас не надо. То есть, она... А, электроприводы, да, она сейчас не работает, да? Да, друзья, это просто... И она запитана электричеством, но это самая... Кнопка связи с центром управления, если что-то пошло не так. Вот это, да. То есть, сеть в центре, верно. Здорово, здорово. Здесь все. Что-то у тебя с бородой случилось, так сказать. Она оборвилась частично. Видите, на... Слушай, ну, видишь, спустя по бороду... Вот. То есть, друзья, дверь сейчас, она с электроприводами, и поэтому ее надо закрывать только с пульта управления. Поэтому сейчас не... Ну, по технической службе просьбе не трогать сейчас дверь. Дело даже не в этом. Мы не можем закрывать, потому что нужен аварийный выход. А там у нас стена по правилам проведения выставки. В таком случае двери должны быть постоянно. Да, ну, видите, даже есть ограничения там определенные. А сколько весит этот модуль? Полная масса. Ну, снаряженная масса около двух тонн. Полная масса. Здорово, Семен. А как он получается... Сейчас стоит просто на выставке. Он крепится сверху. Так, ну, друзья, что еще, так сказать, вам... Это вот мотор-колесо стоит, который будет... 14 килограмм. 14 килограмм, да. Это вот в юнибайке таких вот четыре колеса стоит. Вот, соответственно, то же самое. В юнибусе. Ну, я думаю, что общее представление вы еще раз увидели, поняли. Это городской системой. А ты прям вебинар ведешь? Да, я прям... Да, перескопленный. У меня 115 человек, так сказать. У нас презентация. Да. Вот, поэтому... Это нельзя уже сказать, что машины нет. Нельзя сказать, что... Видите, идет постоянное общение. Он там рот-то общается. Вот. Значит, нас пытались объяснить, что мы сюда привозим какие-то макеты, привозим игрушки, вот, которые там никуда не поедут. Так вот, сразу, друзья, отсюда на следующей неделе, то есть выставка закончится в воскресенье, на этой неделе дальше эти машины едут на выставку в Минск. По просьбе правительства Минтранса Белоруссии будут они неделю еще на выставке в Минске. А после этого они переедут в Марьину Горку и начнутся ходовые испытания. Именно эти машины будут уже в ходовых испытаниях. Сейчас... Что примечательно, действительно, презентую впервые в мире, но пока что не в движении, буквально через считанные месяцы... Ну, пяти месяцев. Недели, да. Уже считанные недели. Потому что монтаж путевой структуры уже начался. Вот, вы увидите в ближайшее время репортажи уже, когда начнутся строиться пролеты. Это будет с большой скоростью делаться. Кстати, да, хейтеры в ревности, в расстройстве. И юнитролям придется еще прокачаться, проучиться. Что же еще о нас такого сказать, что мы ничего не делаем, не демонстрируем? Абсолютно. Очень сложно. Сейчас, вот даже, видите, мы показываем машины, а тролли, которые здесь пишут, это ерунда. Двери не закрываются. Двери, да я вам скажу, все закрывают, все делают. Просто, видите, нам сейчас ребята со стенда объяснили, что по требованиям безопасности есть... Могут сказать, что картонные вообще. Да. То есть, нужно постучать, кстати, чтобы... Это вопрос такой, пускай говорят, что хотят, друзья. Просто здесь выставку мы увидели, что... Мы вам обязательно потом стенд покажем Hyperloop, а это вообще просто анекдот, понимаете? Там стоит одна картинка, очки, которые там в Самсунге стоят 3 копейки. И на скотче нарисована, приклеена картинка. Все. Друзья, вот все, что показал Hyperloop. Понимаете? А мы показываем действующие машины. В это время у нас сейчас начинается монтаж путевой структуры. И в конце октября, как мы говорили, эти машины выйдут на уже ходовые испытания. И пускай кто-нибудь покажет или скажет, что кто-то может сделать быстрее или кто-то... Видите, и когда такого рода люди, как бывший министр транспорта Австралии, Ротхук, стоит, представляет, видите, ходит в спецовке Skyway и презентует этот проект для премьер-министра Австралии, вы понимаете, что это не пустые слова. Это такого рода люди сейчас с нами. Он не боится этого сделать. Видите, он приехал, презентует, он встречается здесь. Здесь я вам сейчас покажу. У нас там стенд, Сименс находится буквально в 20 метрах. Вот Тошиба стоит у нас, Кавасаки, Хитачи. Хитачи, вот. То есть у нас друзья... Что примечательно, у нас наш стенд, так как наша корпорация еще молодая, но очень-очень опытная, у нас небольшой стенд. Да, он располагается на углу, но проходимость стенда колоссальная. То есть народ постоянно стоит здесь, мы постоянно толкаемся, потому что постоянно народ сидит в юнибайке. Нет, нет лиц каких-то недовольных там и так далее. Ну, друзья, я просто... Подходит с сомнением. Тут вы говорите там, ну, посмотрите, мы вот сейчас показываем, народ толкается постоянно возле стенда. То есть мы находимся, ну, как бы в завершающей такой стадии павильона, но народ идет постоянно, и юнибайк не закрывается, там постоянно кто-то сидит. То есть производят... Тут вот сейчас вот... Ну, мы будем вам показывать, делегации только что были, китайцы, индусы, все заходят. И вот это вот движение, что... Покажите юнибайк еще раз. Ну, сейчас, друзья, покажем. Это самое... Перескоп-лайп. Перескоп-лайп. Стримим, стримим, так сказать. Стримим. Леш, садись, это самое, показывай. То есть вот он целиком. Подожди, не открывай пока это самое. Вот он юнибайк целиком, видите. Находится. Все, садись, Леша, это самое. Покрутить педали? Да. Вот. Открывается очень легко. Открывается очень легко. Сразу загорается. Друзья, смотрите. То есть уровень исполнения, уровень, так сказать, это, видите. Кресло, кожа, все прошито, все швы. То есть настолько качественно сделано, друзья, что просто... Это я и не смогу. Просто берет гордость за изготовление, за коллектив, который это все делал. То есть все. Ну садись, Леша, тогда. Можешь сказать, это самолет братьев райис. Но он уже летает. Да. Вот у нас Женя там сидит на первом. Жень, помаши ручкой, ты в прямом эфире. Видите? Вот. А у нас Алексей сейчас в роли велорикши. Вот. Крутит педали. Вырабатывает электроэнергию. Вот. Вот так что это... То есть вот... Я веду фактически переднего пассажира. Да. То есть сейчас Алексей ведет... То есть фактически... Вот, друзья, вот это велосипед 21 века. Велосипед, который комфортный. Но который, друзья, это движется со скоростью. Евгений, свою жену, чтобы повозил. Жень, садись, ты крути, так сказать, педали. Вот у нас Женя Кудряшов, видите, так сказать, как бы... Генеральный директор Skyway Капитала. Собственно ручно. Точнее, собственно ножно. Я в прошлый раз крутил, он уехал. Видите? Вот, Жень, нагрузка ощущается. Не просто так сидишь, так сказать, как бы это. И когда крутишь педаль... Леш, садись еще, так сказать, это. Надо, чтобы кто-то крутил, это всегда впечатляет, так сказать. Вот. Так вот, друзья. И чтобы вы понимали, скорость этого юнибайка 150 км в час. 150. То есть вот это вот, крутя педали, вот это, так сказать, это. Вы находитесь в движении. А спереди нет. Спереди нет педали. Это все-таки для пассажира. Видите? Это очень комфортно. Вот китайская делегация у нас. Видите, так сказать, это. Садись, Сергей Анатольевич, вот мы поехали. То есть фитнес. Фитнес можно нажать. Тяжелый. Опа. А крутить-то тяжелее стало. Ну, конечно, это выработка электровеки. Вот реально нагрузка сменилась. Да, 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 ну, конечно, так сказать. Работает? Да. Вот так вот, как бы, средненько. Ты это, на английском скажи, Леша, так сказать. Ну, если вы можете поменять завтра. Да, как раз, друзья. О, Леша начинает презентовать сразу. Видите, работа на стенде. Вот. Английский один. Ну, что вы? Да. Леша, покажи, как менять нагрузку. Да. Да. Леша, можешь сказать, что этой энергии хватит, чтобы... Леша, это самое... Этой энергии, чтобы 60 км в час ехал. То есть это самое. 60. Да. Мы еще раз в прямом эфире. Михаил. Строй Skyway. У вас своя планета. Какой поддержкой спасем. Мы просто знаем, что... Это самое. Хотим сходить посмотреть, что тут у Hyperloop. Да, 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 друзья. Мы видели, говорят, только картинки. И никакого подтверждного сосал. В принципе, мы знали, что это и быть не может. Мы сами убедиться. Да, покажем. Ну, а мы чуть-чуть в ферископе, чуть-чуть сделаем анонсик. Потому что Михаила слушать, это, конечно, профессиональные, уже хорошо сделанные репортажи. Я на том, что с вами никто не сравнивает. Как, кстати, там наша футурология поживает? Ребята остались монтировать, скоро выложат. Уж понимаете, тоже отождают. Вот к Юнибеку Михаил самое прямое впечатление. Потому что тогда, когда... Эх, что-то Юнибокс, что-то как-то... Ящик не очень. Вот. И мы буквально вчера с Алексеем переименовали наш Юнибокс в Юнибек. То есть... Реативщики там и наши. Так, да, так, так, что... Вот. Так, постоянно. Так, ну давайте, друзья, сейчас воспользуемся тем, что пока тут такой небольшой, это самое, уходит, что можно спокойно... Тут Семенов тут что-то технику, что-то самое, ломает. Если руку подставляешь, он, короче, тормозит. То есть, хочешь сказать, что он умный, да? Ну, я даже узнаю, а что мы дальше едем? А, 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 а дальше не едем. Сейчас тормозил. А? Не тормозил, давай. А теперь уже... Сейчас, может, там просто... Серег, там можно просто батарейки садиться. А, да. Толкача можно будет... Так, это вот мы пытаемся обойти наш юнибус. Тут коптерка. Где это самое? То есть, видите, хвост. Да, хвост. Смотри, клубни, ну сделано как здорово, да? Друзья, просто качество изготовления, вот вообще пластик, как все сделано, как стекло, прям вот переходы. Друзья, ну вот просто я вам могу сказать... Ну да, кстати. Вон, смотри, качество швов какое, так сказать. Ну, просто классно сделано, друзья. Все герметизировано. Все очень, так сказать, это... То есть, вот такое классное изготовление. Видите, ручки все, так сказать, это материалы. То есть, ну, и с другой стороны, это все настолько технологично, настолько просто, вот, что это будет действительно очень недорогая городская система, вот, и по производительности выше, чем метро. Это же реально выше метро. Вот одна ветка 300 тысяч пассажиров в сутки. А сколько их можно есть? Это же куда проще, чем метро делать. Одно дело проще, другое дело принтабельное. Конечно. Слип просто, вот, у меня на метро ехали. Да, то есть... И здесь рельсы, какие колеса. Да, и стыковочный узел. Вон, наверху, видите, рельс. Вот, видите, рельс. Вот. А сзади, сейчас я вам покажу, есть узел, который цепляет другой. То есть, они могут идти в сцепке. Так, 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 так. Можно идти в сцепке? Конечно, конечно. Алексей фотографирует. Да, фотографирует. А это еще и перископ в прямом эфире. Ну, все, вставай, вставай. Видите, то есть... Вот, как это происходит на выставке. Можно приехать... Вот, друзья, зачем сюда ехать, вот спрашивают, что на инотрансе. Можно вот так вот с ротфуком, с бабуриным, вот так вот запросто. Я могу сказать, что больше, наверное, такой шансов в жизни у вас может и не быть. Никогда. Никогда. Причем, друзья, чтобы вы понимали, что это на фоне юнибайка, на фоне юнибуса, с действующей моделью, которая ходит, вот с такими обоями, которые там, так сказать, это... Вот для этого, друзья, сюда и едут, для этого здесь будут тысячи и тысячи наших и соотечественников, и союзников, потому что... Ну, где еще, друзья... Анатолий Дарович у нас на это самое... Он сейчас на Марьиной горке, там началась монтаж путевой структуры, поэтому, друзья, там самый ответственный момент сейчас, поэтому он там... Мы сейчас, ну, там решается вопрос, приедет он сюда 23-го или нет, но, друзья, то есть он считает, что рода хуков вполне достаточно, чтобы презентовать технологию. А вот, друзья, смотрите, как, в общем, вот охранный модуль, который есть, смотрите, вот модель, как действует, и вот смотрите, как вот сейчас, я говорю, пользуясь моментом, что никого на стенде нет, все вышли, а то это, видите, вот работает, открывается, закрывается дверь, и вот стоит уже, в натуральную величину, Юнибус стоящий, который работает, и который прямо отсюда едет на выставку в... Михаил ходит еще, так сказать, у нас здесь в очередной раз в эфире, вот, понимаете? Поэтому в чем, ну, как бы, ситуация, почему сейчас как бы очень интересный сам момент выставки, что когда мы демонстрировали просто действующие модели, образцы модели, то есть это была системка, мы говорили, как это работает, как это будет выглядеть. Сейчас, друзья, вот стоит готовая машина уже, то есть готовая городская система, которая полностью аналог, видите, так сказать, вот, тут она пока целиком, вот, сейчас, чтобы вы представили ее, вот она, как ее целиком, то есть вот он стоит Юнибайт, и это уже, вот действующие модели, вот стоит образец, и это не просто там вот задает фанера там или еще что-нибудь, это реально настоящая машина с настоящими, то есть видите, как она выглядит, с инновационным красивым полом, на котором сидят, видите, так сказать, вот, и внутри интерьера еще раз показываю, все сделано очень красиво, технологично, очень эффектно, то есть вот видите, вот как весь Юнибус выглядит вот из, из этого самого, то есть это как городской лифт, то есть вот я сижу, так сказать, вот он вперед, так сказать, вот. Юнибайт, ну, тоже, наверное, все, вы посмотрели там, вот, Бабурин очередной раз демонстрирует, то есть это я уже показывал, если кто не видел в предыдущих роликах, посмотрите. И поэтому, друзья, вот этот сам по себе момент, что есть модель действующая, вот стоит уже образец, и мы четко, друзья, отсюда эти машины с выставки едут, ну, промежуток, то есть по просьбе министра транспорта Белоруссии еще будет 3 октября выставка в Минске, куда ожидается приход первых лиц, соответственно, Белоруссии, а после этого они сразу едут в Марьину Горку и становятся на стендовые, уже на полевые испытания. И поэтому, друзья, для всех наших там сегодня злопыхателей там говорят, что мы, даже здесь вот пишут, я показываю машину, а мне говорят, двери картонные, еще какая-то ерунда, понимаете, так сказать, это, ну, можете говорить что угодно, друзья, это ваше личное дело, то есть всяких людей, которые будут, даже когда это будет ездить, говорить, у вас это завтра порвется, завтра уедет, пускай говорят, что хотят, друзья, мы делаем, вот что самое главное, мы делаем, мы участвуем в этой игре, то есть и на транс, чтобы были, только билетов продано 136 тысяч, это тех людей, которые посетят эту выставку. У нас, ну, вот смотрите, я могу сказать, что вот, видите, еще раз, вот наш стенд, вот люди, так сказать, которые у нас постоянно толкутся, мы еще покажем другие стенды, то есть там вот Сименс, вон напротив нас стоит Тошиба, Кавасаки, ну, в общем, такое соседство, друзья, я могу сказать, вполне-вполне достойно, видите, я сейчас сяду в Юнибус и буду с вами немножко вот из Юнибуса, как бы, видите, вот сейчас я сижу, наверху идет ролик, видите, в Юнибусе, вот он, постоянный, вот, так что это, и просто я, чтобы вы прониклись вот этой атмосферой, потому что, находясь вот в Юнибусе, сидим в Юнибусе, просто качество отделки, качество изготовления, технические решения, которые есть, друзья, за это просто берет гордость, что мы с вами к этому причастны, что Юницкий нас не обманул, он обещал сделать мирового класса и абсолютно новый концепт движения, мы его сделали, ведь это 300 тысяч одной веткой перевозка пассажиров в сутки, 300 тысяч, это метро, соответственно, но это дешевле, это проще, это экологичнее и, соответственно, это другого уровня, то есть метро, вы сами понимаете, залезть под землю, вот, а потом цены, сегодня один километр метро стоит уже под 300 миллионов долларов, а это совсем другой, вот, порядок цены, это даже не в 100 раз дешевле, это более чем в 100 раз дешевле будет, соответственно, городского метро. И здесь еще очень важный момент, что в Марьиной горке сначала демонстрируется первый километр, который покажет саму структуру, путевой структуры, где будет через каждые 40-50 метров поддерживающие опоры, а на следующий год, друзья, опять же, это мы декларируем, а потом будем демонстрировать, на следующий год будут показаны пролеты 400 и 800 метров, вы можете представить метро или мост 800 метров, это стоит миллиарды долларов, а у нас это без удорожания путевой структуры, и поэтому возможности, которые мы будем постоянно показывать, сейчас задача показать путевую структуру и показать действующее, о том, что технологии есть, на эти вопросы мы уже ответили, друзья, если еще кто-то там сомневается или кто-то, это ваши проблемы, вот, соответственно, мы сейчас показываем, что это есть и это видит весь инотранс, я абсолютно вам четко могу сказать, по итогам инотранса мы сделаем фурор, это будет, вы посмотрите, какие будут статьи, какие будут репортажи по всему миру, вот, соответственно, мы показали, что есть, вопреки всем скептикам, вопреки всем, кто мешал, вопреки всем, кто про нас что-либо там писал, говорил, друзья, это их проблемы, потому что мы-то покажем, и мы не раз задавали тем же додикам из онлайнера, которые облили грязью с ног до головы Юницкого и проект Кайвэй, меня лично, как лоха и лохотронщик о том, что мы знаем, и мы говорим, ребята, мы-то показываем, а вы свои слова возьмете обратно, вы наберетесь смелости прийти и сказать, я был неправ, хорошо, они говорят, нет, это машина, она не поедет, хорошо, а когда поедет, они говорят, нет, когда будет построена первая трасса, а когда будет построена первая трасса, вы найдете все смелости сказать, что мы засранцы неправы, так не найдут они, друзья, они будут опять лить грязь и опять как бы делать, вот что, друзья, будет, а мы, несмотря на это, будем делать, строить, показывать, так же, как сделали первый Юнибус, так же, как показываем сейчас первый Юнибайк. Потом мы будем делать Юнибэк, потому что туда встанет операционная система искусственного интеллекта. Мы сегодня уже напрямую вышли на переговоры и с руководством IBM, и с руководством Google о том, чтобы совместно разрабатывать искусственный интеллект, как мы его называем, Юника для нашего Юнибэка. То есть это будет мирового уровня интеллектуальная машина. И у нас на это есть партнеры, потому что они увидели, что мы делаем реальные вещи. Вот это можно сейчас для этого перейти в Юнибайк. Виктор, если я сяду вовнутрь, не помешаю вам? Вот. То есть, друзья, я сел в свой любимый Юнибайк. То есть, видите, вот пространство. То есть, вот я вам показываю. Так, свет, 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 свет. То есть, этот двухместный. Вот. То есть, там вот впереди сейчас пассажир сел китайский. Вот. Видите? Так, сейчас. Я вам просто показываю пространство сейчас. А как свет включить в нем? Вот. Он включается, когда открывается. Не, а Леша как-то включал. Леш, а как свет включить, чтобы свет горел? Сейчас. Как свет включить? Леш, как свет включить, чтобы он горел постоянно? Ты же включал как-то? А, он уже горел. Не, это когда дверь открыта. А дверь закрываешь, он гаснет. Вот, ты же как-то нажимал. Вот здесь. Так, все отлично. Видите? Вот это интеллектуальная система. Вот. То есть, видите, вот я нахожусь в индивидуальном пространстве. Потом, чтобы вы... Вот. Я включил свет. Видите? Чтобы вы видели. Я кручу педали. Видите? По-настоящему. То есть, реально вырабатывают 0,2 киловатта электроэнергии. Причем, крутить можно с увеличивающей нагрузкой. То есть, это не просто как бы... Вот видите, я сейчас с вами говорю, а кручу педали. Так вот, педали, это настолько важная вещь, чтобы вы понимали, что когда будет миллиард юнибеков, и каждый будет, перемещаясь со скоростью 150 километров в час, крутить педали, то энергии, которые... Рассказываемый, который живут в разных странах мира. То, что немцы, живущие изначально из покойных веков в Германии, скажем так, жители коренные этой страны интересуются нашим проектом. Особенно интересно. Скажите, когда и как вы узнали о Скайвейне? У Ваня Шаровича. У Ваня Шаровича мой друг, который посетили, то есть, специально приехал в Санкт-Петербурге, мне рассказывал, показывал вашу по интернету презентацию. Ну вот, и у нас поднялась дискуссия по нескольким вопросам, по церкви, материальным вопросам. И мы решили туда попасть, чтобы живем, увидеть своими глазами это все. И какое ваше впечатление, как о выставке «Инотранс-2016», так и о Стэнде Скайвейне? Я думаю, что вы подумали, что вы заработаете, надо не только в ваших схемах, потому что я тут считаю, что нуждаются именно в Германии такие решения, потому что наша государственная железная дорога, Дольче Рейсман, уже сегодня будут банны, все рельсы убирают в единственском местах, потому что, конечно, они работают рентабельно с другой стороны. Автобусные компании тоже не могут обеспечивать. А третья точка там, у нас на этой деревне, где живут, может быть, те отцов и креста, ну, это как привязательный пас. Каждое утро дети должны ехать в школу. Вот если мы любим такие системы, мамы и папы не должны ехать в школу. Просто в капсул-пассаж свой огурчик, как у них тоже будет казачь. Вот. И то же самое, сегодня у нас прошли проблемы на сельском месте с развлечением здравоохранения. И тоже сей, как говорили, это старый день для людей тяжело. Логично. Чем старше, тем дружище, да? А там тоже что, решение. Ехать всегда легкую машину, вы сами не знаете, руку-рубе там. Никак не может быть в порядке. Если каждый свою машину из гаража вынимает, нажимает на педаль, и очкувается супер решение. Спасибо большое. Как вы оцениваете качество изготовления подвижного состава, в частности, место внутри и качество отверстия? В частности, и вне байка, в котором мы только что с вами были. Отверстия меня даже шопили по высшим качествам, так скажем. Мы привык получать... Что от Мерседеса? Очень многие из людей думают о истории, что Мерседес или Бемпи сегодня очень по дешевым делам, если вы внимательно смотрите, да? А у вас еще качественно все делается. Вот то, что меня очень хорошее впечатление оставляет, это именно что все качественно, и хочется вам пожелать, когда вы вступите в серийное производство, что именно на это обращайте внимание. Потому что это будет ваш гарант, что клиенты, я думаю, будут или не будут. Никто не хочет сидеть там, где повреждаться можно, или где пальчики можно надеть и все. Поэтому это очень высокий стандарт должен быть. И он очень на сводочный и на высокой присосуде. Достаточно ли вам, именно лично вам, было место юнибайки, там, где мы впервые вас увидели, обитательные ощущения? Я думаю, что можно, что немножко, чуть-чуть добавить в прохоночки, потому что мы немцы, у нас, наши, это, пушистые маленькие, идут все, как собаки, и им быстро там надо будет, вместе с нами. А так, одному места там хватает. Даже вам? Я это знамык не помню. Все, 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 все. Забирай свои слова обратно. Да, пожалуйста. Я стараюсь быть не такой крупный, как я по камеру выгляжу, боб. Но я хочу вам сказать, что как раз в юнибайке у вас есть все до этого шансы, если вы стараетесь, там можно и ехать, и в то же время упражняться, сгонять вес, крутя бедня. Это я уже помню, как я смотрю на это, в юнибайке. Да, это все понятно. Нет, на самом деле, это очень существенное развитие, я считаю, и это основательное развитие. Но только, видите, люди будут ехать в пушке, или маленькие собаки, ну, домашние животные. Это, конечно, не Россия, мы в среднем группе, прижимшие наши животные, мы с нами проводим свободное время. У вас овчарка охраняет хату, так сказать. Сохранный модуль будет охранять хату, который вы здесь представлены. Да, это тоже очередное решение, которое вполне может пригодиться этой Германии, которая, правда, в юнибайской овчарке. Вы встали? Ну да, хотя я считаю, что мы сегодня на приставке нам представляли, это очень представляющая вещь. И мы должны практически находиться в горе в центре. Мы скажем, что мы в зале, а потом мы так беспокоим. В следующий раз так оно и будет. Или правда нам прошать, что все будет нам. Там опять нужно быть погодой, как нам не надо. Вы так заранее и продумывали, тут вроде дожди обещались, поэтому мы здесь. Спасибо большое, Хорс Петер, за вашу поддержку, за ваш интерес, за такое чудесное интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте инженеродной группе компании Skyway Paddle, service-led-of-systems.com, поддерживайте наш проект. И тогда вы вместе с нами будете в качестве оскорбления воспринимать сравнение подвижного состава Skyway с Mercedes и BMW. Строй Skyway, спасай планету! Молодцы! Это прям отлично, отлично. Друзья, это... Ну и язычные боярки, супер! Это я просто могу сказать, что познакомились. То есть я сейчас в прямом эфире, видите, 120 человек нас смотрят сейчас в перископе. То есть это действительно человек, который вчера только узнал о Skyway, пришел, мы с ним случайно здесь разговаривали, потом он только что посидел в юнибайке. Можно вот для 122 человек не верят, что в юнибайке вы только что были? Вот не верят. Ну, у вашей пленки уже есть, я думаю. Не, просто вот сейчас вот эти 120, которые... Просто извиняюсь еще раз, что так сказать... Они не верят, да. Не надо было вовремя включить. Так, друзья, этого я вам просто демонстрирую, чтобы вы понимали. Демонстрирую я, вы смотрели. Молодец! Видите, так сказать, это... То есть комплекция... Все! Все, друзья, теперь я думаю, что у всех даже скептиков таких про наш юнибайк, все, так сказать, спасибо... Все рабочего дня! Большое спасибо, большое спасибо. Прям очень рады, свяжемся обязательно. Все будем, так сказать, это... И пригласим на нашу презентацию в Марьину Горку. Да, да. Спасибо. Всего хорошего вам. Отлично. Спасибо большое. Да. Ничего. Так, нормально. Ну вот, друзья, видите, это реально серьезный бизнесмен. Вчера только узнал о проекте, пришел на выставку, посмотрел, видите, дал интервью, посидел в юнибайке с Кириченко. То есть очень такой солидный, серьезный бизнесмен, там, серьезный. У него хороший бизнес здесь, он является даже совладельцем, у него есть пакет акций Deutsche Bank. То есть, ну, серьезно. Понимаете, вот это вот работа выставки. Вот это мы как раз показываем, что вот вам тест-драйв, вот человек. То есть, когда говорят маленький, там еще, ну, видели, у него комплекция очень серьезная. Вот. И он посмотрел, он понял эти перспективы, то есть он очень много. То есть, опять же, мы с ним разговаривали, вот буквально он мимо проходил, зашел там, ну, вот слышал, слышал, все. Потом слово за слово разговоры видели, да, что я когда включился. Михаил, шикарный, да, так сказать, переход просто... Он, кстати, у него крупный пакет, он же владелец Deutsche Bank. Да. Да, то есть, это не просто как бы так, что написал. Видите, вот просто слово за слово, там это, он так скептический. Я не сомневаюсь, что завтра, подезавтра этот владелец пакета банка будет владельцем пакета наших сертификатов. Аксю, он мне дал визитку, взял свою, говорит, свяжемся обязательно, говорит, пришли мне материалы, там я посмотрю, все как бы. Нет, все не сомневаюсь. То есть, вот результат, друзья, вот работа выставки, чтобы вы понимали, что мы здесь делаем, как и все. Вы понимали, что все сейчас, вот, кто наши, там, директора, все работают, все приглашают, по идее, вводят и посещаем мы сюда. Приезжайте, помогайте нам работать, поддерживайте нас. Места хватит всем, всем рады. Да, друзья, поэтому видите потом дальше репортажи всякие. Я почему именно включил, у меня просто села батарейка и это сам, я выключил перископ. Вот, но когда я увидел Петерса, так сказать, я не мог не включиться и сказать, что ребята, ребята, вот видите, все у нас, все работают, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, все, тут Володя Маслов, тут еще тут, все, 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 видите. Там привет, привет, большой привет. Так приятно, когда выходят, уже люди побыли здесь, они такие распросневшиеся мужчины и понимают вот так, а я их спрашиваю на выходе, ну и как вам? Да, 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 то есть точечно, вот наши разговаривают очень хорошо, точечно с каждым, кто заходит, и мы все просто посещены. Прекрасно. Вот видите, здесь у нас, как я называю, викинги Норвеги, то есть постоянно, так сказать, видите, вы в прямом эфире, Борг номер 1. Борг номер 1. Здравствуйте, всем. Здравствуйте. Вот видите, тут ходят даже люди у нас с людьми, Skyway, Норвегия, так что где-то... Что Новгода? Вот, поэтому я не мог, друзья, просто не включить сейчас репортаж, это такой показатель. Сейчас еще чуть зарядится телефон, просто перископ очень сильно сажает. И мы с Алексеем пойдем на стенд Hyperloop и сделаем репортаж с Hyperloop, покажем, что привез Hyperloop. Hyperloop у них здесь тоже два стенда, как и у нас, у нас тоже два есть. Вот этот основной стенд, и еще Настя сидит в начале входа, где просто стоит билборд, видеоизображение, вот этот ролик, который вы видите, и она раздает именно приглашение сюда. Так что, видите, все, наш Unibike проходит боевое крещение, фактически это уже тест-драйв, вот, то есть когда люди разной комплекции, разных, ходят, крутят педали по комфорту, как это находится, так сказать. Так что, друзья, работа, работа кипит. Так, поэтому эффект, я думаю, что уже сейчас можно сказать, что по результатам, сколько людей потом будет отзывов, сколько людей узнают о Skyway, сколько будет приход инвесторов, это мы с вами все оценим. Но уже сейчас я могу сказать, что интерес просто колоссальный. А 23-го, когда будет просто наш Skyway-вские депрезентации, все, я думаю, что здесь протолкнуться будет невозможно, потому что весь интерес именно к этой выставке. И, конечно, друзья, вот сейчас уже видим все люди, которые видят макеты, узлы, когда они узнают, что это реально работающие машины, и они отсюда сразу едут уже на ходовые испытания. Это, конечно, совсем другой подход к технологии, совсем другое отношение, потому что это уже именно готовая технология. То есть вопрос на, что такое, есть ли технология, уже сегодня ответа не требует. Поэтому, друзья, это мы как раз всем показали, что технология есть. Все, друзья, это коротенькое, как бы, такое включение. Потом я еще в конце дня, мы все-таки еще сделаем репортаж по Юнибайку. То есть когда изнутри, чтобы вы понимали, что такое персональное пространство, это после Hyperloop, после репортажа, мы будем каждый вечер подводить итоги. Соответственно, когда под закрытие, соответственно, выставки. Так что, ну что еще сейчас интересно, просто я уже несколько раз говорил, давайте просто, видите, это наш стенд, вон постоянно люди, демонстрация, видите. Вот сайт, этот самый стенд Kawasaki, то есть очень хороший у нас сосед. Вот стенд Hitachi, то есть вот я просто вот поворачиваю, видите, тоже, у них крупнейший стенд, свой буфет, мы сюда ходим в Coca-Cola иногда пить за счет Hitachi. Вот, видите, так сказать, дальше, чуть дальше, вон Сименс стенд, вот, там тоже у них огромный здесь стенд. То есть, видите, такое хорошее соседство, хорошее, то самое, что мы находимся там, вот сейчас прямо вам показываю, при выходе, вот они скоростные стоят, уже поезда. То есть, это вот выставка, вон, видите, вон Skyway, то самое, наш стенд. То есть, вот эта работа, участие, на эту выставку продано больше 136 тысяч билетов, то есть, интерес колоссальный. В основном, как вы понимаете, здесь ходят люди, которые интересуются именно инновациями в сфере транспорта. И я могу сказать, что, друзья, вот сейчас уже мне не идет, что действительно мы показываем именно инновацию. Все это расценивают и понимают, что именно это инновация в сфере транспорта. Так что, друзья, всего доброго, давайте до следующих трансляций. Это, друзья, всего доброго, давайте до следующих трансляций. Все, друзья, всего доброго, давайте до следующих трансляций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде всего, для специальной конструкции нашего дороги... Это не традиционный, Продолжение следует... Простеревает... 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 Например, если мы уничтожим одну из англорсов, за это women... limited пока... террорист архиво... примерно еще存在 сIfbsodом... ..." reboundает..." ПростереваетLove..." Прямо пространство cine-класса... Это просто ловит скорость. Таким образом, вы можете уничтожить номер. Конечно, это не уничтожить операцию. Мы можем сделать мульти-модель решения. Например, вы можете сделать мульти-модель внимание. Это работает-модель. И когда вы, Wilson-корректором вы приходите на мульти-модель. Да. И отдыхают. И снова, в город. Это положение электричества. Они используют аккумулятор, и также используют специальный конструкционный рейвей. Если у клиентов нужны другие решения, мы готовы. У нас есть стратегии партнера. Но сейчас мы начинаем, но сейчас мы начинаем. Мы начинаем в развитии данного проекта. Мы начинаем первая теста, как в новом году. И в Беларуси. Мы пригласили вас к вам и посмотрим, что вы получаете. Мы хотим вам провести тесты. Спасибо за вашу уведомление. Спасибо. Спасибо большое. Удачи! Удачи! Виктор, молодец! Вот это вот президент, одного из крупнейших. Прокомментируй, а то народ спрашивает, кто такой? Это крупная компания, которая занимается программным обеспечением для подвижного состава, является дочерней компанией одной из двух крупнейших частных компаний Японии. И вот эта девушка, она помощница, секретарь, она подошла, сказала, что ее босс сейчас на переговорах в Hitachi, но она попытается его подвести. В итоге подвела, мы сделали краткую презентацию. Он сказал, что потенциал огромный. Ну, посмотрим. Все, я пригласил его в ноябре на первые тестовые заня. Он сказал, что Беларусь. Ну, ничего, как бы это все. Впереди нас будут великие дела. А вот это китайцы. Люди ходят фотографировать. Да, друзья. То, что мы сейчас делаем, показываем, мы нисколько не скрываем. Вот. То есть это демонстрационные образцы. Вот. Так что, видите, это самое, тут опять плохотрон там пишут. Ой, друзья, как вы уже все, это самое, даже не интересно с вами общаться или отвечать. Опять там, знаешь, там в дизель входят. Совершенно бесплатный дружеский совет, как повысить конверсию от этой выставки в разы. Если он нужен. Давай. Короче, найти сегодня агентство, которое дает промо-девочек. А не стоит для документации. Вот. Так что, друзья, я специально включил. Вот. Блокируйте их. Так, вот еще это самое сейчас. Только что Виктор тут одному крутейшему японцу, там, там, одному из владельцев там, инфляционных компаний, который сейчас дал это. О! Там Ротхук даже. Что, что Витя? Ну, сейчас сделал какие-то самые в прямом эфире презентацию прям. Мы уже продали ему. Все уже. Это, вот, посмотрите, уникальный кадр, когда Ротхук сам презент... О! Оооооо! Ха-ха-ха! Стефан! Здорово-здорово. Что-то я даже не заметил, как ты сюда просочился, так сказать. Вот я тут садил. Ну как тебе, Юнибайк? Нравится? Да. Ну вот, покупать такой первый будешь уже? Будем. Ну все, открываем продажи тогда этот самый, с тебя первый взнос. Мне очень нравится. А педаль не крутил? А я приходил первый, как принес SkyWay до Европы. За мной приходит группа, а утром 60-70 людей. Отлично, отлично. Ну все, я сейчас перископ выключаю. Это самое, скажи что-нибудь для наших. Да, я увеличен с этого момента, потому что я первый раз на приходил, первый раз вижу Unibike. Это моя задача, моя работа. И я хочу сказать, что все нужно держать и посмотреть этот город и Unibike. И в будущем будет скоро. Отлично, отлично. Впечатляет машина, так сказать, какая-то. Да, да. Теперь, Стефан, у нас следующий, это теперь уже ходовые испытания. Так что мы с тобой, видишь, прямо отсюда едем. Я покажу завтра утром в Нью-Йорк, потому что я иду, поехаю в Нью-Йорк. Я покажу эти фотографии, эту Реалу, я держу им Unibike. А ну-ка, а педали крутил? Не крутил. Ну-ка, давай. А это на педали? Да, да, да. Велосипед. Это сразу видно. О-о-о-о. Скажите, а что? Это тренинг для меня. Я хотел... Может, мы как раз... Я хотел... Я хотел... Да. Да. Так, Стефан, 60 км в час будет двигаться на велосипедной тяге. 60 км. Вот. А всего эта скорость будет 150 км. Конечно. Если будут спецзаказы. Если будут спецзаказы. Ну вот, друзья, ведь... Скайвей, спасай планету. Спасибо за это. Молодец, молодец. Спасибо. Ну вообще комфортно тебе, так сказать, это самое. Я уже хочу это собирать с собой. Угу. 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 Чтобы я это там построил с министром. Угу. Угу. Супер. Угу. Завтра приходит моя группа в Европе. Словакия, Венгрия, Термия. Ну мы же 30-го у вас, так что у нас 30-го будет большое событие. Ну, я только по-другому, я с этим буду работать. Да, 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 да. Вот. А... Как хочешь сказать? Товое новое. Угу. 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 Молодцы. Молодцы. Угу. Угу. А уже исправили план на второй месяц. Молодец. Мы в вас никогда не сомневались. Словакия. Да. Угу. Двигает в Европе, прям я могу сказать То есть это вот, друзья, чтобы Ну там на каждом Где-то по Просмотров где-то по 300 По 400 Друзья Приветствую вас Отработали мы первый день Сейчас возьму это за традицию Все 4 дня Будем завершать Работу В юнибайке, в нашем пространстве Сейчас просто такой небольшой Интервью в основных Вот Алексей Суходой Алексей Буквально сейчас минуточку Отработали сегодня день Первый рабочий день Подходит к завершению К успешному завершению Очень все удачно прошло Были моменты, когда люди не смогли Не могли сфотографироваться Возле юнибайка Действительно много народу То есть вот Недавно Был Откроем тайны Кто подошел Да, да, да Сейчас я у Виктора Хочу Старший вице-президент Симонс Да, потому что, друзья Вот я вам просто говорю Давайте вот под завершение Как бы вот сейчас Алексей, пойдем Пройдемся, так сказать Просто, чтобы вы понимали Так, еще девушки Это наши активно представляющие Значит, смотрите, друзья Просто, чтобы еще раз Вы представили выставку Вот я отошел буквально 10 метров Вот смотрите, друзья Вот у нас Кавасаки Сосед Вот, то есть Ну, надо объяснять, что такое Кавасаки Нет, возьмите в интернет Посмотрите Это вот наш сосед По стенду Вот стенд Хитачи То есть большой, огромный То есть, ну Самое, видите, вот Дальше, видите, вот Симонс Это самое То есть Там дальше Еще, то есть Я к тому, что Довольно-таки Достойное соседство То есть мы На хорошей выставке С хорошими соседями Достойно выступаем Я могу сказать, что Народу вокруг нашего стенда Всегда много Презентаций Огромное количество Которое Которое сегодня есть Вот сейчас Алексей уже сказал Буквально Пять минут назад Отошел Сегодня мы даже К гиперлупу не пошли Потому что Настолько насыщенный день был Да И Все дают визитки То есть С точки зрения Работы, друзья То есть у нас Где-то команда Была 10 человек И работали на Английском На немецком Ну, естественно На русском Англия, Франция Иран Пакистан Кого только не было Были все страны И сегодня бизнес день Сегодня бизнес день То есть он закрытый Для Со стороны Кто может зайти А только Те, кто внутри выставки Вот А с завтрашнего дня Друзья Я вам уже говорил Продано 136 Завтра тоже бизнес Завтра После завтра После завтра Я даже не представляю Сколько народу Будет присутствовать На нашем стенде Самое интересное Так, вот тут фраза Маск приедет Не знаю, друзья Мы Это готовят наши партнеры С Франции С Эфельгрупп Они готовят И приезд Маска И наш контакт С ним Поэтому мы Не можем Сказать Вот Поэтому сейчас Согласитесь Вице-президент Симонс Это тоже Весьма неплохо Он посмотрел Юнибайк Он оценил Никакой вообще Знаете Вот как Конкуренция Я это часто встречал На выставках Подходит Допустим Ну, кстати Вот с Хайперлупа С пакетом Хайперлуп Человек подходил И Я не понял Он С технологией Хайперлупа или нет Но он Взял Брошюру Я спросил Помочь чем-то Он сказал Нет Я просто смотрю И ушел Наверное Это был представитель Хайперлупа Мы же ни с кем Не конкурируем Не боремся Приходил Представитель Французской Транспортной Компании То есть И с министерства Тоже подходили Мы поговорили Про Тежеви Они говорят Ну, у вас совершенно Другой транспорт То есть Совершенно другие задачи Мы не конкурируем То есть Это не мы им объясняем Это они понимают Друзья Тут пишут Китайцы мне показывают Друзья Это выставки Для того и проводятся Чтобы показать И продемонстрировать Вот Поэтому я могу сказать Что сегодня Отработаны все Просто Замечательно Виктор Видите там Вабурин Вы в прямом эфире Здравствуйте Здравствуйте Это посетители Это посетители нашей выставки Видите Так сказать Смотрят тысячи человек Смотрим Жизнаем Так что общается А вот Виктор Демонстрирует То есть Работает До закрытия выставки Осталось Десять минут Да Действительно Конечно Все устали И по традиции Я вот сейчас Просто Это самое Видите Буду каждый день Завершать его Вот здесь Вот в юнибайке Вот в рабочем месте Чтобы Мы с вами Находясь В этом Пространстве А как вы на ночь Оставите юнибайк Друзья Ну это Мировая выставка Здесь все оставляют То есть Здесь сохранный Как-то вопрос Друзья Будет Ряд вебинаров То есть Техника Экономический Телемост Приглашайте Максимум людей Потому что До того момента Как Появится Официальный материал Официальная Видеозапись Очень много Здесь снимают Мы Будем Свои Фото Свои Видео Которые Мы Искренне Стараемся Записать Качественно Продающие Такие Видео Интересные Мы все Это будем Представлять На вебинарах Приглашайте Людей Кто только Начинает Входить Изучать Проект Skyway Ну и Это все Говорит О том Что Теоретически Возможно Потенциально Вход Корневую Технологию И Здесь друзья Видите Вот я сейчас В персональном Пространстве То есть Я просто Леш Я покажу Просто Как это работает То есть Видите Я сейчас В персональном Пространстве То есть Вот видите Я вперед Сейчас Покажу Так А тут Свет 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 Леш А как Свет Включить Тут Я же Еще Не разобрался В системе Видите В транспортных Гаджетах Поколение Более старшее Еще Не разобрались Видите Управляющая Система Она Показывает Маршрут Вот это Мы Типа Поехали То есть Имитация Маршрута Можно музыку Включить Не Она мешает Можно добавить Я просто Покажу То есть Вот Нажали на паузу Фитнес Транспорт Очень Интересная Модификация Три режима То есть Сергею Анатольевичу Будет на Харт Тяжело Сейчас Сейчас Покажем Друзья Видите Ого То есть Это Нагрузка Такая Это Лайт Быстрее Уже Сейчас Чуть Отодвинусь Еще Вот так Вот так Так что Ну а если говорить про свет То вот пожалуйста Вот Сейчас Вот это вот Система Вентиляции То есть Можно Чуть Чуть Сделать И вот Свет И вот Свет Давайте Закроем Все Давайте То есть Видите Немножко Разбираемся С Юнибайком Сейчас Я вот Закрыл В пространстве Вот Как Как Так Вот Свет Ого Горит Ветер Все Так Как Как Это И Ну то есть Представляете Да Вот теперь Еще раз Показываю Всю систему Вот как Она Стоит Вот Подсветка Вот это Очень Видите Переднее место Еще одно Так сказать Это Со временем Конечно Зимой Он будет Отапливаться Энергии Которые будут Это вполне Достаточно Что зимой Здесь будет Тепло Летом Здесь будет Прохладный Кондиционер Будет Работать И это Друзья Индивидуальное Пространство Которое Всегда Будет Перемещаться С вами Мы Сейчас Я уже Говорил Ведем Переговоры С Руководственным IBM О том Чтобы Разрабатываем Им Разрабатываем Им Кстати Иванц Сергей Анатольевич Достаточно Громко Говорил Не Слышно Звукоизоляция Сделана Я Попробуйте покричать Послушаем Нет Короче Это сейчас Без перископа Вот Видите Алексей Сейчас Как показал Что я В закрытом Пространстве И это Очень удобно Именно Персональная Мобиль Просторно В Unibike Да Я абсолютно Спокойный Он кажется На вид Очень маленький Очень узкий А я сижу Это отличный Пространство Более того Мы сегодня Подходил К нам Один немец Он В три раза Это точно Шире меня И выше Он сел специально В репортаже В нем Наверное Видели Что мы Специально Продемонстрировали Показали Что Потом взяли интервью Что очень комфортно Очень хорошо И вот друзья Это Вот это новое Там Дядя Побода Там не то Что побольше Друзья Он на голову У меня выше И в два раза У меня шире И как раз Он сел Посмотрел Покрутил педаль И сказал Что очень комфортно Очень хорошо Вот видите Вот я сейчас Показываю Вот чтобы это Вот я кручу педали То есть вырабатываю Электроэнергию Вот Есть варианты Как это самое Когда крутят Слышно Жужужу Правильно И это работает Генератор Который Вырабатывает Электроэнергию И эта электроэнергия Дверь на ходу На ходу Дверь не откроется Она блокируется Поэтому Когда он едет Эта дверь В принципе Открыться не может Вот Поэтому Здесь друзья Как раз Так вот В том то друзья И получается Что я специально Веду Из него То есть видите Пространство Очень удобно Очень это И это закрытое пространство Я начал говорить Про IBM Потому что Именно сюда Будет установлена Система Watson Именно Искусственного интеллекта Так как будет Высокоскоростной интернет То это уже будет Новая машина Мы ее назвали Не Unibike А уже Unibike Это то Что будет Объединять И входить Здесь будет Интеллектуальная система Управление С голосом То есть Искусственный интеллект Здесь будет Ну Друзья Семейные Unibus И семейные Unibike Они будут Отдельной конструкции Они на два На четыре человека Мы сейчас Ведем речь О тех машинах Которыми будет Пользоваться Миллиард людей То есть В основном Люди перемещаются Все таки В одиночку Если Вдвоем То Вот кстати Впереди место Вот можно Ребенка посадить Будут Когда два Рядом места И так далее Модификации Будут десятки И десятки И у Unibike И Unibike И Unibus И все То есть Это друзья Это целая отрасль Вот Стеклоподъемника Нет Здесь Стеклоподъемников Нету Потому что Это не открывается Здесь климат-контроль Становится Внутри Здесь Если надо Вентиляция Если надо Соответственно Кондиционирование Если надо Отопление Будет обязательно Воздухообменник Это закрытая система То есть Зачем Нам сегодня Здесь климат Будет формироваться Под каждого Персонального Вот Поэтому друзья Давайте Просто Как подведение Итогов Как работа Которая сегодня Аромотерапия Будет Обязательно Друзья Будет вырабатываться Сидения Кожаные Причем Друзья Сделаны На очень Высоком Таком Уровне То есть Действительно Все очень Красиво Эта машина Я говорю Не Я люблю Хорошие машины Я ездил Очень Дорогих Машинах У меня У друзей Есть С чем Сравнить Вот Соответственно Это На очень Хорошем Техническом Уровне Сделанный Электромобиль Сколько Сколько Будет стоить В серийном Исполнении Вот такой Юнибайк То есть Естественно Без Без Скажем так Мощной Интеллектуальной Системы А просто Для перемещения И для выработки Электроэнергии Вот как я сейчас Вот он будет стоить В пределах Тысячи Там Полутора тысяч Долларов Я думаю Что очень Соответственно Многие Себе Смогут Сименс Вложил Нет Сименс Просто Вот это Действительно Хороший Такой Повод Пришел Первый Вице-президент Сименса Компания Так как у нас Стенды Через Через Дорожку От нас Вот Просто Виктор Сделал ему Презентацию Обменялись Визитками Договорились Сотрудничать Договорились Дальше Как бы там Показывать Пригласили На демонстрацию Уже Путевой структуры На демонстрацию Подвижного состава В Марьино Гор Поэтому Друзья Я могу сказать Что отработали Сегодня Вот тут Несколько Очень много Народов Возле Стенда Сименса Очень много Народов Хитачи И мы Тоже Но это Друзья Сегодня Для специалистов То есть Те Кто приходят И те Кто интересуется Именно Теми Отраслями Завтра Тоже Еще Будет Бизнес А вот Послезавтра Это Свободный Вход 136 Тысяч Билетов Продано Приедет Только Наших Партнеров И активистов Больше 300 человек Поэтому Друзья Здесь Конечно Будет Фурор Поэтому Послезавтра И в пятницу А вообще Наш день Когда будет Ну вот Мы ждем Там Не знаю Там Намазка Мы ждем 22 будет Делегация Челябинской области Там Губернатор Или вице-губернатор Будут Самары Мэр Или вице-мэр Вот Нужна Свою Систему Юни-Ос Может быть Друзья Со временем Мы придем И к своей операционной системе Ничего сейчас Отрицать не будем Сейчас я могу сказать Что в данном случае Когда мы Показали Юни-Байк И именно Дали концепцию Юни-Бэга О том Что Можно Объединять И вводить В нашу Систему Вперед Сейчас я вам покажу Леша Сел На передней Сидан Вообще Идеально Так Видите Вот Впереди Сидит Леша Идеально Вообще Вот Как Влитый Мой чемодан Поместился Ну Отлично Впереди Созит Если Чуть-чуть подальше Это уже будет Не то Но здесь Очень эргономичный К сожалению Ну На батарейках То есть Это первый Прототип Это как Самолет Братьев Райта Наш Венебай Не совсем Братьев Райта Это все-таки Уже Серийный Бразец Который Готов Выпускаться Делаться Вот Поэтому Вот Это наша Концепция Юнибэга То есть Именно Концепция Которая Все будет В себя То мы Сейчас Даже Не можем Предположить Сколько Сюда Встанет Функции Это Как приложение В смартфон То есть И скайп И вайбер И все Есть основа Есть операционная система Есть железо Соответственно Это дворники А зачем Друзья Вам дворники Вы же смотреть Не будете Будет управлять Автоматикой Поэтому Вода Выходить Можно будет С двух сторон Да Выходить С двух сторон То есть Здесь дверь Видите В одну сторону Выход Есть выход В другую сторону Вот со временем Конечно Останется Одна дверь Вот Потому что Это просто Рассчитано Где правая Сторонняя Левосторонняя Со временем Будет Конечно Он унифицирован Под Ваше личное пространство И здесь будет Бортовой Как мы уже говорили Искусственный интеллект Бортовой Юник То есть Это мощнейший Компьютер Которых сегодня Аналогов В мире Не существует И вот Разрабатывает Сейчас Параллельно Разрабатывает IBM Это самое Что Стефан Параллельно Еще идет презентация Вот Стефан Другу своему Из Нью-Йорка Показывает Это самое Под водой Поедет Так Ну Может быть Друзья Со временем Сделаем Модификацию И Под водой Это Это С Нью-Йоркой Вот Поэтому Видите Выгнали меня Из Юнибайка Ну Работа Есть работа Я хотел Там Сделать Завершение Трансляции Возьми Аккумулятор Пойдемте В Юнибус А А там Тоже Кто-то Сидит Вон Давайте Точно Начнем В Юнибайке Закончим Закончим В Юнибусе Так Что Это Еще Раз Покажем Пол Инновационный То есть Я всегда Когда захожу Друзья Вот Представляете Здесь Будет В тишине Над землей Ничто Не гремит Ничего Не грохочет Как В метро И Вы заходите И у вас Вот такой пол Лешины ботинки 46 размера Покажем Вот Понимаете Вот Бабочки Здесь Представляете Просто Из хорошего Настроения Из хорошего Так сказать Это Вам Приятно Будет ехать В такой А он Будет Вообще Изначально Прорезиненный Или Действительно Как Трава Будет Я Думал Может Он Будет Либо Серкальный Либо Нет Нет Я Просто Я Видел Как Он Это Сделан Для Того Чтобы Друзья Создать Очень Хорошее Настроение И Когда Вы Видите Траву И На ней Еще Бабочек Стрекоз То Просто Поверьте Это Лучше Чем Видеть Просто Черный Резиновый Пол И Который Так Сказать Не Вызывает Никаких Эмоций Никакого Настроения Поэтому Это Друзья Как Раз Видите Сейчас Я вам Покажу Вот Алексей Находится В другой Стороне Уже Именно Городского Юнибуса И Что Вы Понимали Друзья По Пропускной Способности Эта Трасса Это 300 Тысяч Пассажиров В сутки Это Как Одна Ветка Метро То Когда Мы Построим Намного Больше Чем Там 500 800 Километров По Москве То Пропускная Способность Трасс Будет В 3 В 4 Раза Выше Чем Сегодняшнее Метро А по Цене Это Больше Чем В 100 Раз Друзья Вот Вдумайтесь Вопрос В 100 Раз Дешевле Чем Метро В 100 Раз А Второй Момент Что Будут Вот Мы Сейчас Демонстрировать Путевую Структуру Монтируем В Марьиной Горке Это Просто Линейная Система С промежуточными Опорами Через 140-50 Метров К Средине Следующего Года Будет Пролет 400 Метров А потом Пролет 800 Метров Друзья Вздумайтесь Где Можно построить Сегодня Городскую Допустим Воздушное Метро Или Воздушный Трамвай Чтобы Он Делал Одни Пролеты В 400 Или 800 Выброс Атмосферы От Езвемоля Абсолютно Интересно Как двери Будут Закрываться Ну да То есть Алексей Уже Вот Видите Друзья Вот Система Закрытия Дверей К сожалению По средствам Безопасности Нельзя Сейчас Закрывать И открывать Потому что Если их Открывать Закрывать То надо Чтобы была Вторая Дверь В образце Всегда Открыта А там У нас Стена Мы не Можем Открыть Вторую Дверь Ее Небус Стоит У стены И поэтому Мы не Можем Сейчас Открывать И закрывать Эти двери Это к сожалению Можно Если какая-то Непалатка Произошла Связаться С диспетчером Да Вот Они автоматические Да Да Конечно То есть Она открывается Закрывается И дачки Вот поэтому Тут спрашивают А почему Нет сидячих мест Вот только Два места Чтобы это Парашюты Нет друзья Парашюты Я думаю Не то что Я думаю Что Парашюты Здесь не понадобятся А кстати Не будет такого эффекта Как вот В метро Мы сегодня ехали И болтануло Да И чуть не улетели Да И чуть вообще Не ударилось головой Но я Я только Сцепился за это Я чудом устоял Так сказать Здесь будет Абсолютно Плавное торможение Промежуток Максимально безопасный Две секунды Две секунды Между подвижными Составами Да Вот То есть это поток Будет идти Просто Вот этих Капсов Городских Это самое Поэтому Здесь Ну тут Раздвижные Динамичные Здесь все Определяется Технологией И соответственно Друзья Ценой Вот Можно сделать Все что угодно Но Эти Юнибайки Юнибусы Они должны быть Телевизор Да Телевизор Пожалуйста Вот вам Компьютер Здесь идут Постоянно Ролики То самое О Skyway Как собирался Юнибайк Юнибус Строился Так что Все естественно Друзья Вот я вам еще раз Покажу Посадочное место Вот Как это все Выглядит Соответственно В Юнибусе Вот Поэтому Друзья Видите Тот интерес Причем Сегодня были Много народу Это те Кто участники Выставки Здесь представлено Около 200 Компаний И сегодня Это сотрудники И завтра Это сотрудники Этих компаний Представители Вот Поэтому друзья Это Ну такой Своеобразный день То есть для специалистов А для массового То есть почему мы уверены Что ажиотаж будет Послезавтра и в пятницу Потому что Большинство людей Которые придут Просто посмотреть То что мы предлагаем Это наиболее актуально И если вы видите Ну там Я в прямом эфире Сегодня Вы пост Показывали Да Да Конечно Очень интересно Да Значит Смотрите Сегодня Когда Михаил Кириченко Брал интервью Были ли российские СМИ Нет Друзья Российских СМИ Не было Вот Были белорусские Белорусские Это все покажет Потому что Это зау Струнные технологии Представляется Это белорусская компания И мы все Покажем Представляем Как именно Белорусская компания И нам это Не зазорно Мы считаем Что это абсолютно правильно Вот И еще один Очень важный момент Прямо отсюда С Берлина Эти две машины И стенд Поедут в Минск Где будет Неделя транспорта В Минске И по просьбе Министра транспорта Он при мне Лично звонил Юницкому То есть я сидел В кабинете Позвонил министр транспорта Попросил представить Эту технологию Они хотят ее Продемонстрировать Для руководства страны Поэтому С 4 числа Эти машины Будут стоять В Минске На выставке Именно вернувшись И там будут Ну как минимум Министр транспорта Беларуси Ну а как максимум Еще и Реально руководство страны Потому что Мы Сегодня Третьи По объему Иностранных инвестиций В Беларуси А на следующий год Мы реально выйдем В первую Потому что Когда начнем строить И надо будет Проинвестировать Около 100 миллионов долларов В скоростную систему Продолжение Поэтому мы Выходим на серьезные армии И это все как раз Инвесторы Которые сегодня вкладывают И я могу сказать Сегодня были Инвесторы с Италии Франции Германии То есть я Уже рассказывал И в прямом эфире По моему демонстрации После моей презентации Которую я делал в субботу В Бетзасволь Это Недалеко от Ганновера К нам пришли Очень серьезные лидеры Которые сразу Проинвестировали 200 тысяч долларов Сразу после конференции И на следующей неделе Едет целая делегация Уже в Минск Один среди которых Это реально миллиардер То есть молодой парень У него 40 лет Он миллиардер И это один из ведущих Трейдеров Германии То есть на него ориентируется И Дойчбанк И еще ряд Как бы таких Очень крупных вещей То есть это вот друзья Уже результаты того Что начинает Приносить результат О том что эти машины Работают Вот Ну и конечно Уже друзья После Минской выставки Они будут перевезены В Мариин уборку И соответственно И соответственно Начнутся ходовые испытания И поэтому мы сейчас Уже знаете Я просто смотрю На тех идиотов Потому что сегодня Даже в интернете Пишут что это все ерунда Это картонные машинки Это Делегацию снимите Это очередная делегация Ну да Пока мы с вами Работаем Очередная делегация Виктор очередной раз Отрабатывает Сейчас отвечу Андрей Сейчас отвечу По монтажу Если мы можем Делегация Делегация Сименса Друзья Это тоже делегация Сименса То есть это делегация Сименса Девушка Можно я подойду Поснимаю И тебя Друзья Чтобы вы понимали Это родители Виктора Бабурина Ольга и Игорь Так что прошу Поприветствовать Видите Они приехали Специально поддержать Виктора Но я все-таки Поснимаю Как он презентует Вот еще один Вот еще один Вот еще один От всех Это можно использовать электрический, 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 электрический. Да, это может быть электрический, электрический. Теперь мы имеем все продукты из разных компаний. Поэтому мы снова появляемся в следующем варианте. В следующем варианте, где вы можете взять, например, для disabled людей. Это очень много. От 8 людей, которые чувствуют себя комфортно здесь, до 14 людей, которые будут танцевать. И это работает на этих рейках. Да, это держит на этих рейках. У него четыре электричества, связанные с электричеством. И максимум, это около 150 км. Виктор, про пролеты скажи 400 и 800 метров, которые сорвали. Традиционные рейки здесь 50 метров. И если мы говорим о кредитах, то мы можем сделать рейки по 1 км до 3 км. Да. 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 Как мы делаем? Да. Но мы почти на поле. Мы на поле. На поле. На тренировке. Да. Интересно. Виктор, сейчас откроется как бы это. Просто сейчас дойдет. Брагонный суппортик. Амкор. Брагонный суппортик. Брагонный суппорт. Их... Дальше... Открывается. Очень хорошо. Ну, давайте. Продолжение следует... 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 такие же завистники или специально организованные, которые в онлайн дали статью. И статья была ровно за неделю до того, чтобы мы выступили и на трансе для того, чтобы показать, что вот видите, это жулики, на них там возбуждены дела или еще что-то. Вот, друзья, зачем это делается. Это все конкуренция, нездоровая конкуренция. Это реально завистники, которые реально противники этих систем. Это идет, друзья, ничего в этом... А мы, несмотря на это, делаем, показываем, строим. Когда сегодня здесь был один очень серьезный там такой немецкий господин. А с ним записывали интервью, Михаил Кириченко записал. Вот, это один из... Ну, он даже очень крупный там и совладелец там Дойчбанк, такой крупный бизнесмен. Вот, он просто увидел, он говорит, ну, это, я же думаю, это макеты. И когда он узнал, что именно эти машины через месяц встанут в испытания, он говорит, я обязательно к вам приеду в Минск. Обязательно. И мы с ним обменялись визитками, обменялись координатами. Он сказал, я обязательно приеду и сам хочу увидеть это. Вот это действительно хороший подход. Понимаете, вот это действительно профессиональный подход. Но здесь, здесь все, друзья, как раз на этой выставке, это профессионалы. А болтуны, они будут всегда... Вот турецкая делегация прошла. Вот, ну, слушай, мы так, друзья, вот прошла турецкая делегация. Мы так никогда не закончим. Вот, так, 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 что это... Вот. Видите, так сказать, все, естественно, садятся в этот... О! И это на всех производит очень серьезное впечатление, когда люди начинают крутить, вырабатывать электроэнергию. что такое? Что такое? Адам? Нет, спасибо. Ты ему хотел потяжелее сделать? Давай, это конец дня, не начинка, давай. Может, завтра. Что такие грустные? Устали все? Да, друзья, устали все просто, конечно, смертельно тут. Но усталость такая приятная. Видите, там они все ходят, бойцы Скайуэя чуть живые все, видите, так сказать. Бабурин в очередной раз показывает, демонстрирует, убирает опоры. И вот так вот, друзья, целый день. Вот я просто пока решил завершить на 5 минут, видите, вы сами уже увидели, как мы там 4 или... Вот, видите, опять Бабурин меняется визитками. И вот так вот, друзья, целый день, вот видите, вы просто буквально за 15 минут поучаствовали в ряде презентаций, вы увидели... Вот, а это все, друзья, профессионалы, это все реальная работа, это все реальные люди, которые приехали показать свою продукцию, посмотреть, что есть нового. И вот, видите, так сказать, друзья... Я вам честно скажу, судя по сегодняшнему посещению открытой церемонии, инновационный транспорт, наши коллеги из Европы, из рубежа представляют, как поезд, набитый новыми компьютерами. И трамвай. Или трамвай, набитый новыми компьютерами. Вот и вся инновация. Даже, как бы, Deutsche Bank и прочее, и прочее. Даже я видел концерт Digital Tram, то есть цифровой трамвай, что это... Рот поехал пока домой, ну, человек решил отдохнуть немного. Да, и потом он все-таки... Да, ему все-таки 70 лет он вчера прилетел. И он вчера прилетел из Австралии, друзья, так, между прочим. А если не знаете, где Австралия, посмотрите на карте, это далеко. И просто из такого перелета он прилетел уже поздно вечером вчера. Сегодня с утра с 9 он здесь уже на открытии, на это самое, поэтому... Ну, кстати, друзья, тоже вот вспомнил ощущение, когда я здоровался с Родом, я вспомнил ощущение, когда я в первый раз здоровался с Анатолием Эдуардовичем. То есть была такая немножко тряска, нервозность, и запотели ладошки. То есть это человек такого уровня колоссального, ну, я не говорю про энергию, которая от него отходит. И несмотря на свой возраст, это очень-очень мощный человек, и мы счастливы, что он с нами работает. Он помнит по скайпу, что с Сергеем Анатольевичем мы с этого все начиналось, да. Я сказал, что вот вы, видимо, тот мужчина в клетчатой рубашке. Он сказал, ну, да. Поэтому и с Михаилом Кириченко записали с ним интервью. Давайте еще... Все-таки тоже уже находились. Я все-таки в Юнигусе еще посижу чуть-чуть. И я могу сказать, что Род Хук сказал... Леш, ты был, да, на интервью, когда он говорит, что вот я профессионал в сфере транспорта, он вообще министр, он смотрел. Ну, он говорит, я прошел по выставке и могу сказать, что инновация – это именно здесь. Это именно Skyway, и поэтому я здесь. Это, друзья, дорогого стоит. И сейчас это становится больше и больше очевидным уже людей, так сказать. Вот я говорю, профессионалы, завтра будет еще день. Ну, а что будет послезавтра, друзья, я с трудом могу предположить, потому что это будет, конечно... А пятница – это наш день, это наша презентация, это наши партнеры. Здесь будет только у наших партнеров и союзников, кто приедет. Здесь будет больше 300 человек, и поэтому здесь, конечно, будет столпотворение. Ну, это, друзья, такие хорошие хлопоты, это хорошее переживание, потому что это для нас... Анатолий Эдуардович сегодня, он сейчас как раз в Марьиной горке, они приступили к монтажу, то есть все такое... Так, коллеги, я предлагаю на сегодня сворачиваться, потому что уже не удерживается, все, уже больше пока до завтра. То есть, да, друзья, все уже просто... Вон, Skyway-вцы, вон, видели, они валятся с ног уже просто-просто сил нету. Вот, а у нас еще ряд сейчас таких, ну, уже таких полуделовых, полуделегаций с нашими свидетелями. Ну, и завтра, кстати, сегодня увидели, ну, естественно, те, кто желали, изначально расхватали места, то есть это Симмонс, это Кавасаки, Хитачи. Мы располагаемся в углу. Мы этого не боимся, потому что приходит народ, но завтра мы будем девушек с Великобританией, возможно, одевать футболки Skyway, если они найдутся, чтобы зазывали на наш стенд, потому что здесь действительно инновация. Да, вот видите, так что, друзья, тоже вот, тоже такой, так сказать, это... Ну, все, давайте, друзья, будем считать, что первый день работы Skyway на трансе закончен, закончен очень плодотворно, то есть, постоянно, вы видели, то есть, вот, даже за эти несколько минут, что делали делегации, обменные визитками, интерес просто огромнейший, вот, сейчас, завтра пойдет второй вал уже, когда люди будут узнавать и приходить повторно задавать вопросы, это обычная практика такая, что завтра будут более развернутые, более серьезные презентации, вот, ну, а, как говорится, я говорю, уже четверг-пятница, это открытое посещение здесь. Так что, друзья, давайте мы еще пойдем отдыхать, потому что устали все, конечно, неимоверно, поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, мы движемся в очень нужном, в очень правильном, самое главное, нужном направлении. Все, друзья, спасибо, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok